Шли ты, что я поставила на тебя более 1 миллиона золотых монет? Это все мое богатство. Если ты проиграешь, ты должен будешь компенсировать мне, сказала Сабрина, указывая на грудь Джанти. Оппонент слишком силен. Сюда также приехал этот чертов мулин из школы священного света. Я боюсь, что он здесь, чтобы помешать мне. Кажется, что мне придется компенсировать тебе. Если я стану банкротом, могу ли я компенсировать тебе своим телом? Джанти вздохнул с мрачным выражением лица. Ни за что. Ладно, пойдешь со мной проверить флот северного ветра во второй половине дня? Хорошо. Я обнаружил, что ты немного изменилась. Джанти сказал с мрачным выражением лица. Ах, и как же, Сабрина была поражена. Раньше у тебя была чашка Е, а теперь они стали больше. Интересно, какие они на ощупь? Джанти опустил голову и посмотрел на ее грудь. Лицо Сабрины сразу же покраснело, и она мгновенно отодвинула Джанти. Ты тоже придурок. Джанти рассмеялся. Во второй половине дня, Джанти, старейшина Турин, старейшина Гаурас, главы племени Дикого Медведя и племени Огненного Медведя, Гжаолина и глава клана Белл покинули замок и отравились в гавань острова Святого Хернира. Затем они взошли на борт флагмана флота Северного Ветра, Снежная Ежевика, после чего весь флот отправился в открытые воды острова. За сутки, число на здании уже достигло 800 миллионов золотых монет. Джанти ничего не чувствовал по этому поводу. Что касается выражений других, то только глава клана Фейн выглядел немного мучительным. Олина и старый Белл много поставили на Джанти. Чтобы показать себя, клан Фейн также должен был поставить на Джанти. Однако честно говоря, клан Фейн считал, что союзный флот архипелага Ивентра выиграет. Как говорилось в старой поговорке, для создания сухопутной армии требовалось 10 лет, а для создания военно-морского флота – 100 лет. Военно-морские силы не могли стать лучше от одних золотых монет и стали. Поэтому коэффициент на пустыню льда и снега был на 10% выше, чем на архипелаг Ивентра. Независимо от того, сколько рыцарей было в пустыне льда и снега. Боевой корабль «Снежная Ежевика» был стальным гигантом, чей вес составлял 86,000 тонн. Его максимальная скорость составляла 21 мм в час. Его основная огневая мощь состояла из трех центробежных пушек 37 калибра. Каждая пушка могла одновременно выстреливать два снарядами. Кроме того, на корабле было множество баллист. В командном центре боевого корабля, командир и капитан флота «Северного ветра» с мрачным выражением лица докладывали Джанти о подготовке флота в течение последних нескольких дней. Узнав, что на них лежала такая большая ответственность, флот «Северного ветра» готовился и тренировался, как будто приняв какие-то стимуляторы. «Ну как ваша подготовка?» Джанти спросил командира флота «Все члены экипажа флота готовятся к дуэли изо всех сил». Ответил командир «Ты уверен, что сможешь выиграть битву?» Помолчав несколько секунд, командир открыл рот «Если я скажу вам, что я уверен, что выиграю битву, то я просто обману себя. Хотя славяне не самые лучшие моряки, мы наверняка самые смелые. Я не пообещаю вам, что мы выиграем битву, но я могу пообещать, что каждый солдат флота будет сражаться до смерти». Сделав это обещание, все капитаны командного центра стали выглядеть очень энергично. Хорошо. Джанти довольно кивнул, пока у нас такой бесстрашный дух, флот «Северного ветра» всегда будет победителем в моем сердце. Не ожидав такого комментария от Джанти, все офицеры в командном центре стали энергичными, выпрямили спины и выпятили грудь. Проводили ли вы стрельбища в последние дни? В течение последних нескольких дней мы проводим их каждый день. Темно-синий замок предоставил нам несколько судов в качестве целей, чтобы обеспечить эффективность тренировки. Пожалуйста, позвольте мне выразить благодарность госпоже Олине. Командир слегка поклонился к же Олине, которая была около Джанти. Хаймым, хорошо. Джанти кивнул, а затем улыбнулся в сторону Олины и подумал, какая добродетельная женщина. Она уже позаботилась обо всем. Когда Джанти собирался что-то сказать, он внезапно увидел знамя Мулина из школы священного света, висящие на корабле в нескольких милях от них. Смотря на этот корабль, Джанти показал слабую улыбку. Он указал на этот 10 000 тонный корабль и спросил командира. Вы пробовали сбить такой огромный корабль? Командир покачал головой. Разумеется, их цели не были 10 000 тонными кораблями. Если бы они использовали такой огромный корабль в качестве своей цели, темно-синяя бизнес-группа, возможно, уже обанкротилась бы. Этот корабль ваша цель? Покажите мне, сколько времени вам понадобится, чтобы потопить его. Джанти отдал приказ, который потряс всех присутствующих. Услышав это, глава клана Фейн изменил выражение лица. Это корабль империи священного света. Джанти мгновенно изменил выражение лица и указал на офицера. Как говорится в старой поговорке Хуа, солдаты — это мужество генерала. Если мои солдаты не боятся смерти, ты думаешь, что я боюсь смерти? Ты думаешь, я боюсь империи священного света? Глава клана Фейн замолчал. Все офицеры флота стали энергичными, а их лица покраснели. Сказав это, Джанти развернулся и посмотрел на офицеров и отдал приказ. Вы можете приблизиться к нему и нацелиться получше. Просто трахните этих ублюдков, но не вовлекайте другие корабли. Сделав военный салют в сторону Джанти, командир и все офицеры немедленно вернулись на свои места. Всего через несколько секунд на всем корабле раздалось предупреждение. Огромный корабль со знаменем Мулина из школы священного света даже не представлял, что их почти уничтожат за несколько минут в таком отдаленном районе, который невероятно сильно отставал от западного континента. Глава 740. Решительности сила. Это был хороший день. Небо было голубым, а облака белыми. Повсюду летали морские птицы. Боевой корабль «Снежная ежевика» сигнальными лампами отдал боевой приказ. Получив сигнал, весь флот «Северного ветра» тихо изменил свою формацию. Четыре самых мощных корабля «Железной крови» стали в продольную формацию и вышли на периферию всего флота. Таким образом флот мог использовать наибольшую огневую мощь. Основные технологии изготовления четыре боевых кораблей «Железной крови» и восемь крейсеров флота «Северного ветра» были бесплатно предоставлены банком «Золотой птицы рух». Хотя боевые корабли «Железной крови» не были самыми мощными кораблями этой эпохи, они могли сравниться с основными боевыми кораблями большинства стран Западного континента. А в некоторых аспектах, таких как способность колоть лед, сопротивление воде и ветру, они были даже лучше других. После завершения изменения формации, флот постепенно начал двигаться к кораблю «Империи священного света». Поскольку флот «Северного ветра» всегда выполнял тренировки в открытой воде, ни один из кораблей вокруг не осознал их агрессивного намерения. Расстояние между флотом «Северного ветра» и огромным кораблем «Империи священного света» постепенно сокращалось с 7-8 миль, до 2 миль. В этот момент некоторые люди, наблюдавшие за флотом «Северного ветра», сидя на своих роскошных яхтах, почувствовали, что что-то не так. Они обнаружили, что все четыре боевых корабля флота «Северного ветра» целились в одно направление. Кроме того, они находились в горизонтальной формации «Т». В этой формации флот мог показать наивысшую огневую мощь. У всех у них была одна и та же цель – огромный корабль с символом «Империи священного света», который прибыл сюда вчера. Что они делают? Неужели они? Через два минуты флот «Северного ветра» уже находился на расстоянии менее 1000 м от огромного корабля «Империи священного света». Для таких боевых кораблей, которые могли уничтожить цель с расстояния более 20.000 м, 1000 м были почти как атака штык-ножом. Экипаж на огромном корабле «Империи священного света» до сих пор не заметил ничего странного. Никто не мог себе представить, что флот «Северного ветра» посмеет выстрелить в корабль «Империи священного света» средь белого дня. С громким звуком бабах, вся открытая вода острова Святого Хернира начала паниковать. Обычные паровые центробежные пушки не издают такого громкого шума. Возьмите, например, паровую центробежную пушку, использующуюся для защиты городов. Их снаряды выталкиваются большой скоростью и моментом несущего маховика, который приходился в движение из-за паровой турбины. Однако паровые центробежные пушки на боевых кораблях отличались от наземных паровых центробежных пушек. После первого ускорения вызванного маховиком, снаряд получает второе ускорение от клапана пара высокого давления внутри башни боевого корабля. Первое ускорение снаряда было вызвано линейной скоростью вращающегося маховика. Второе ускорение было вызвано высвобождением пара высокого давления в дуле пушки. Такой принцип кратковременного высвобождения был похож на взрыв котла из-за чрезмерной несущей нагрузки, что также могло создать громкий взрыв. По сравнению с взрывом котла, высвобождение пара сверхвысокого давления из дула башни фактически имитировало искусственный эффект взрыва, используя сложный привод внутри дула. Вторичное ускорение плюс начальная скорость и сила могут разогнать снаряд весом более 700 кг до скорости 800 мс, что было очень разрушительным. В эту эпоху, центробежные пушки сверхвысокого давления на боевых кораблях были очень разрушительными. Все боевые корабли флота Северного ветра одновременно выстрелили в огромную мишень. Вскоре после этого громкого взрыва, огромный корабль Империи Священного Света был поражен 24-мя бронебойными снарядами, каждый из которых весил 734 кг, создавая на огромном корабле яростное пламя. С огромным импульсом, бронебойные фосфорные снаряды проникли через корпус огромного корабля, прежде чем зажигать внутренности. Состав этих снарядов был идентичным фосфорным бомбам, которые сбрасывали с дирижаблей. Если такая бомба попадет по стали, огонь будет гореть, пока вся сталь не расплавится. После попадания, осколки стекла с огромного корабля разлетелись на расстояние более 100 м. Потери были неоценимы. Казалось, что в открытых водах острова Святого Хернера начался красивый фейерверк. Все зрители, находящиеся на роскошных яхтах и лайнерах, были поражены. Спустя 20 секунд, боевые корабли флота Северного Ветра выстрелили еще 24 бронебойных фосфорных снаряда в сторону этого огромного корабля Империи Священного Света. Пламя на огромном корабле стало более яростным, в то время как высокая температура, вызванная бронебойными фосфорными снарядами, начала кипятить окружающую морскую воду. Вскоре после этого морская вода начала вливаться в кабину огромного корабля через большие отверстия в корпусе. Огромный корабль начал крениться. Спустя всего лишь два минуты, огромный корабль Империи Священного Света исчез. Далее в дело вступили тяжелые крейсеры флота Северного Ветра. Вместо того чтобы спасать людей, они начали стрелять стальными бусинами вокруг того места где затонул огромный корабль. Сделав все это, флот Северного Ветра изменил направление и направился в открытые воды, как будто ничего не случилось. Сильно, чертовски сильно. Смотря за всем этим, богатый парень в солнечных очках и цветочной рубашке окруженной множеством красоток из архипелага Ивентра, бросил сигару в море и закричал управляющий, поставь 2 миллиона золотых монет на флот Северного Ветра. Блять, даже если я проиграю ставку, я готов принять это из-за их смелости. Флот Северного Ветра потопил флагман Мулина из Империи Священного Света. Все зрители были потрясены таким героическим и бесстрашным поступком. Остров Святого Хернира был ошарашен. В отеле за пределами гавани Святого Хернира, все бойцы из племени Морского Медведя бросили свои горящие взгляды на одного человека среди них. Выселяемся из отеля. Мы переезжаем в темно-синий замок. Этот мужчина глубоко вздохнул, прежде чем сказать, понтифик прав. Именно такой решительностью и силой должен обладать лорд пустыни льда и снега. Только такой человек может принести славу и честь славянам. Глава 741 Прибытие воздушного корабля Джанти и флот Северного Ветра вернулись на остров только к вечеру. После уничтожения огромного судна Империи Священного Света, вся команда флота была в хорошем настроении. Они показали чрезвычайно высокие показатели во время сегодняшней тренировки. Джанти лично посетил башни главных пушек и основные функциональные области, такие как машинные отделения, чтобы иметь общее представление о работе боевого корабля. Затем Джанти назвал список боевых кораблей, которые завтра будут участвовать в поединке от имени всего флота. После этого флот вернулся в гавань Святого Хернира. Джанти стоял на носу корабля и смотрел на заходящее солнце. Он внезапно начал скучать за членами своей семьи, за своим отцом, мамой, своим старшим братом, женами и сыновья. Если было бы возможно, Джанти не хотел бы участвовать в такой бойне и заговоре. Если бы мир был мирным, я мог бы построить город на восточном континенте и передать его потомкам семьи Джан, чтобы они могли жить как помещики без каких-либо проблем. Я мог бы жить беззаботной жизнью с моими женами и девушками с острова Скрытого Дракона, такими как Лань Юнси. Мы смогли бы пойти куда угодно играть, кушать и покупать все, что захотим. Вечером мы прилагали бы все усилия для получения новых детей. После этого мои родители стали бы главами детского сада и обучали бы моих детей и детей моего старшего брата. Какая хорошая жизнь. Жаль, что чертова священная война началась так быстро. Демоны и трехглазая ассоциация делают все, что могут, чтобы погрузить этот мир в хаос. Я едва могу найти спокойное место в этом мире, поэтому я должен бороться. Затем Джанти услышал шаги приближающиеся к нему со спины и подумал. Это старейшина Турин. Мулин из школы священного света отправил человека в темно-синий замок, чтобы спросить, почему флот северного ветра потопил их флагман. Он даже спросил, хочет ли пустыня льда и снега начать войну с империей священного света. Так как он смог вытерпеть это, кажется, что он уже подготовил план на завтра. Поэтому он не показывается сейчас, он не хочет нарушить свой план. Джанти улыбнулся. Старейшина Турин был слегка поражен, так как он не представлял, что Джанти имел такое намерение, когда приказал флоту потопить флагман Мулина из школы священного света. Сделав это, Джанти показал решительность и силу пустыни льда и снега, и испытал пределы своего противника. По сравнению с тем, кем он был пять лет назад, нынешний Питер Хэмплистер был более грозным с точки зрения боевой силы и способа мышления. Это то, чем должен обладать настоящий лорд. Нужно ли нам отвечать ему? Джанти ответил с простой улыбкой. Просто придумай что-то, скажи ему, что один из наших солдат ошибся и вызвал цепную реакцию. Мы очень сожалеем об этом. В качестве наказания этому человеку запретили сегодня есть мясо. Услышав это, старейшина Турин нахмурился. Хотя это казалось объяснением и извинениями, на самом деле это ничем не отличалось от пощечины по лицу этого мулина. После уничтожения флагмана, флот Северного Ветра наказал только одного солдата. Это не отличается от оскорбления. Если мы это сделаем, мы полностью сожжем все мосты с этим мулином. Старейшина Турин напомнил Джанти. И что? Мы не можем быть друзьями. Глаза Джанти сверкнули, и его голос стал ледяным. После дуэли я отрублю голову этого ублюдка. Посмотрим сколько после этого в пустыню льда и снега прибудет миссионерских групп Империи Священного Света. Возможно они отправят сильный экспедиционный корпус, состоящий из более 10 мулинов, чтобы отомстить за этого ублюдка. Сделав глубокий вдох, старейшина Турин слегка поклонился прежде чем уйти с благоговейным взглядом. Вдали, в поле зрения Джанти появился знакомый роскошный круизный корабль, Нарвал. Даже Нарвал вернулся. Прикоснувшись к своему носу, Джанти вошел в свою личную каюту на борту снежной ежевики. Как только Джанти вошел внутрь, восемь женщин, которые болтали внутри, развернулись и посмотрели на него нежными и очаровательными взглядами. О чем вы болтаете? Джанти подошел к дивану и сел между Гжойолиной и мать ей. На самом деле, Джанти уже слышал о чем они говорили. Они говорили о профессиональных темах, о торговле между пустыней льда и снега и архипелагом Эвентра. Во время этого разговора, темно-синий замок достиг некоторых коммерческих соглашений с бизнес-группами Сабрина и Клана Спенсер. Все восемь женщин были умными. Мы говорим о тебе. Матти очистила своими нежными и стройными пальцами маленький фрукт и аккуратно положила его в рот Джанти. В тот момент, когда Джанти вернулся, эти женщины обратили все их внимание на Джанти. И о чем же вы именно говорили? Мы говорим о том, какие другие трюки ты выкинешь сегодня ночью. Заманчиво произнесла Маттия. Кхем. Кхем. Джанти закашлялся под дразнящим взглядом матери. Прежде чем повернуться к Олине, у темно-синего замка есть коммерческие отношения с западным континентом. Темно-синий замок продает на западном континенте специи и высококачественные изделия кораллов. Отношения между пустыней льда и снега и империей священного света вскоре станут напряженными. Тебе нужно заранее подготовиться к этому. Гажаолина с улыбкой ответила. Торговым партнером темно-синего замка на западном континенте является республика Граймс, чей флот даже сильнее, чем у империи священного света. Империя священного света не может провоцировать республику Граймс. Тогда замечательно. Им нужны ли бизнес-группе темно-синего замка новые кадры? Я имею в виду выпускниц в области торговли и бухгалтерского учета, которые имеют небольшой опыт работы. Услышав вопрос Джанте, все женщины вытаращились на него. Сколько? Мисс Солина с легкой улыбкой посмотрела на Джанте, заставляя Джанте чувствовать смущение. Три. Они находятся на корабле Нарвал. Они работают в баре. Их зовут Вероника, Далиана и Валлис. После слов Джанте, другие женщины посмотрел на Джанте, словно застукали его за изменой. Хэм, мне действительно нужны помощницы. Завтра я отправлю людей предложить им работу. Ответила Гажаолина. Но не позволяя им знать, что это я им помогаю, а также не давая им слишком высоких положений. Поскольку они живут на острове Сенейра, просто дай им работу с более высокой зарплатой. Если бы эти три девушки узнали, что он был Питером, лордом пустыни льда и снега, все бы изменилось. Скорее всего он больше не увидит в них страсть, наивность, романтику и застенчивость. Однако для Джанте, эти качества были самыми драгоценными. Хэм, у темно-синего замка есть филиал на острове Сенейра, я устрою их туда. Гажаолина сразу поняла идею Джанте, ее глаза стали нежными. На самом деле, Джанте мог дать им больше. Тем не менее, так как они были всего лишь выпускницами, они, возможно, не смогут вынести некоторых сложных испытаний. Возможно, это будет плохо для их дальнейшего развития. Когда флот Северного Ветра вернулся в порт Святого Хернера, все люди на острове, а также на роскошных круизных лайнерах и роскошных яхтах подняли головы и шокированно смотрели на летающий объект. Он выглядел как дирижабль, однако у него не было воздушного мешка. Кроме того, он выглядел как летающий стальной боевой корабль. Из-за этого объекта весь остров был поражен. Услышав описание, Джанте и другие два старейшины вышли из кают. Стоя на палубе, они посмотрели на этот предмет. В тот момент, когда Джанте увидел его, он вспомнил описание его старшего брата и сразу же понял, что это – воздушный корабль «Стайся». Глава 742. Встреча знакомых даже Джанте, кто уже знал о воздушных кораблях, был потрясен, увидев его, не говоря уже о простолюдинах. После появления воздушного корабля, в течение нескольких часов на городских улицах города Святого Хернера произошло более 100 дорожно-транспортных происшествий. В тот момент, когда водители видели такой объект в воздухе, они были поражены, в результате чего они врезались в соседние машины. В тот момент, когда группа Джанте ступила на берег, он получил сообщение о том, что банк «Золотой птицы» Рух отправил сюда рыцаря и некоторых крупных фигур, чтобы контролировать поединок между флотом «Северного ветра» и союзным флотом «Архипелага» Ивентра. В этот момент мощь банка «Золотой птицы» Рух была хорошо отображена, а воздушный корабль, который висел над островом Святого Хернера, стал лучшей демонстрацией богатства и происхождения банка. Вскоре после того, как Джанте вернулся в замок, Канар, глава клана Райнайт, Брайтман, глава клана Виллес и все представители крупных кланов «Архипелага» Ивентра собрались в темно-синем замке. Ранее, так как Джанте не было на месте, банк «Золотой птицы» Рух не начинал собрание. Чтобы продемонстрировать беспристрастную позицию банка «Золотой птицы» Рух, воздушный корабль приземлился только после того, как Джанте вернулся. Для того, чтобы поприветствовать все стороны, темно-синий замок организовал грандиозный банкет. Перед сумерками, под пристальными взглядами всех главных кланов «Архипелага» Ивентра и всех больших фигур племен пустыни льда и снега, этот воздушный корабль начал медленно спускаться. Все, включая Джанте, подняли головы и наблюдали за тем, как воздушный корабль медленно спускался на базу дирижаблей за пределами темно-синего замка. Когда воздушный корабль был в воздухе, он не так сильно подавлял людей. Однако, когда он медленно спускался и демонстрировал свое великолепие публике, многие люди на Земле почувствовали, как у них перехватило дыхание. Этот воздушный корабль был полностью похож на стальной боевой корабль длиной более 200 м. Воздушный корабль опускался медленно, как палочка сливы. Насколько же сильны люди Хуа? Старейший на Гаурас, стоявший около Джанте, был потрясен этим воздушным кораблем. Перед таким гигантом, любой дирижабль – просто воздушный шар. Этот воздушный корабль может уничтожить любые виды дирижаблей, просто врезавшись в них. Старейший на Турин выпустил слабый вздох. В эту эпоху, основным сырьем для создания дирижаблей, и даже боевых дирижаблей, было легкое дерево. Но броня на воздушных мешках дирижаблей может защититься от обычных болтов и легких баллист. Однако любой дирижабль был подобен воздушному шару перед стальным шипом. Все зрители показали трепет, включая и Джанте. Тем не менее, Джанте больше гордился тем, что был человеком Хуа. Воздушный корабль завис приблизительно в два метрах от поверхности. Под освещением большого количества люминесцентных ламп, весь воздушный корабль полностью остановился. Вскоре после этого дверь металлического люка медленно открылась наружу, и, наконец, дотронулась земли, предоставив пассажирам некие ступени. Джанте первым подошел поближе, а за ним последовали многие крупные фигуры пустыни льда и снега и архипелага Ивентра. Сюйта, менеджер филиала банка «Золотой птицы» Рух в городе Ишиль, который дважды встречался с Джанте, появился у двери люка и первым спустился вниз. За ним следовала женщина Хуа, которая была одета в набор блестящих женских доспехов и носила на спине пару мечей. При виде этой женщины, Джанте был шокирован, потому что почувствовал кое-что «рыцарь». Эта женщина была рыцарем. Это был первый раз, когда Джанте видел рыцаря, женщину. Кроме длинных красивых волос, она казалась спокойной, как вода, с тонкими бровями, поднятым носом и горячей фигурой. Ее возраст было невозможно понять. Ей может быть как 40, так и 30, как Гжеолина. Но она также может быть в несколько раз старше Олины. Рыцари могут жить до 400 лет. Если человек становится рыцарем, его физические функции полностью активируются. Рыцари очень медленно стареют. Это был первый раз, когда Джанте видел женщину-рыцаря Хуа. Поэтому он не мог не посмотреть на нее чуть дольше. Она почувствовала это и также бросила взгляд на Джанте. В тот момент, когда она увидела Джанте, ее глаза мгновенно засверкали. Однако, когда она обнаружила, что Джанте уставился на ее грудь, она рассердилась. Огромные сиськи. Кроме того, они выглядят очень эластичными, подумал Джанте. Когда он отодвинул глаза, Джанте почувствовал убийственную ци этой женщины. Затем Джанте почувствовал себя немного смущенным и перевел взгляд на мужчину, идущего за этой женщиной. За этой женщиной стоял странно выглядящий мужчина лет 60. Он был одет в голубую мантию. Джанте заметил, что на рукавах старика были вышиты три древних монеты Хуа, внутри которых был квадрат. Учитывая его полицы, Джанте понял, что он определенно большая фигура в банке золотой птицы Рух. За стариком следовали другие люди. Джанте начал осматривать всех этих людей. Вскоре после этого Джанте увидел знакомое лицо, которого он даже в мечтах не ожидал увидеть здесь. После нескольких лет это лицо выглядело немного круглее. Это указывало на то, что этот парень хорошо жил. Однако несмотря ни на что, Джанте все еще мог идентифицировать его чрезвычайно знакомый коварный взгляд. В одежде банка золотой птицы Рух, Дандер серьезно смотрел вперед. Однако когда он увидел Джанте, он быстро моргнул в его сторону. Блять, Джанте чуть не подпрыгнул. Почему Дандер здесь? Почему он с людьми банка золотой птицы Рух? Кроме того этот парень только что подмигнул мне. Очевидно, что он узнал меня. Не может быть, даже дворец Хуайань не знает о моем статусе, откуда Дандер узнал то. В голове Джанте возник ряд вопросов. Ваше превосходительство, это Гун Сун Линян, рыцарь который отвечает за выполнение соглашения этой ставки от имени банка золотой птицы Рух. Джанте немедленно восстановил свое самообладание, когда услышал слова менеджера Сюитаа. Помимо Джанте и других двух старейшин, все остальные были потрясены, когда узнали, что эта красивая женщина Хуа, несущая два меча, была могущественным рыцарем. Все люди из архипелага Ивентра были настолько потрясены, что их рты широко раскрылись. Главы племен из пустыни льда и снега также широко распахнули глаза. Джанте сложил руки, и все остальные люди вокруг него сделали тот же жест. Пожатие рук, это приветственный обряд евреев, а складывание рук перед грудью, это приветствие людей Хуа. Бросив взгляд на всех остальных, Гун Сун Линян ответила тем же. Это Гуань Си, генеральный директор банка золотой птицы Рух, который отвечает за все дела на субконтиненте Вае. Джанте снова сложил руки. По сравнению с холодным взглядом Гун Сун Линян, улыбка Гуань Си была более приятной. Он также поприветствовал всех. Увидев такую большую фигуру, все представители крупных кланов архипелага Ивентра почувствовали гордость. Затем менеджер Сюитаа представил основные фигуры пустыни льда и снега и архипелага Ивентра этой женщине и генеральному директору. После этого процесса Джанте пригласил всех пройти в темно-синий замок. По дороге Джанте посмотрел на Дандера, который выглядел менее выделяющимся. Затем Джанте бросил взгляд на менеджера Сюитаа, который глубоко улыбнулся в сторону Джанте. Блять, как они узнали меня? Джанте все еще была задачен этим вопросом. Тем не менее я уверен, что эта группа людей из банка Золотой Птицы Рух здесь из-за меня, а не из-за боя. Джанте был подавлен в связи с тем, что его секрет был раскрыт. Глава 743. Закон силы золота. Приветственный банкет в темно-синим замке продолжался более один часа. Гуань Си, генеральный директор банка Золотой Птицы Рух, Джанте, Канар, глава клана Рай Найт и Брайтман, глава клана Виллес, на публике обсудили все вопросы. Во время банкета банк Золотой Птицы Рух продемонстрировал свою решимость быть гарантом выполнения этого соглашения, из-за чего представители основных кланов Архипелага и Вентера покидали темно-синий замок с ухмылками. Казалось, что они считали, что победа в их кармане. Джанте выглядел рассеянным, подмигивание Дандера мелькало в его голове на протяжении всего банкета. Через некоторое время Джанте оттянул Гжуолину в сторону и прошептал ей что-то. Гжаолина посмотрела на Джанте, а затем на Дандера, который общался с представителем крупного клана Архипелага и Вентера. После этого она слегка кивнула. За 10 минут до конца банкета, Дандер получил бокал вина от официанта. Заметив короткую записку под бокалом, он молча покинул банкет. Когда весь банкет закончился, и все люди покинули замок, Джанте восстановил свое самообладание прежде чем пойти в комнату на двоем этаже темно-синего замка. Постояв несколько секунд перед дверью комнаты, Джанте глубоко вздохнул и вошел. В тот момент, когда он вошел внутрь, Джанте увидел, как Дандер с небольшим румянцем наслаждался напитками около винных полок. Этот парень уже достал бутылки, которые Гжаолина коллекционировала долгое время. Некоторые из них уже были пусты. Какой придурок? Войдя внутрь, Джанте выхватил из рук Дандера бокал и бутылку вина. Налив себе полный бокал вина, Джанте сразу же осушил его. Ах, не трать такую редкость. Такую высококачественную текилу нужно пробовать как минимум полминуты во рту прежде чем проглатывать, закричал Дандер и мгновенно вырвал бутылку из рук Джанте. Вскоре после этого он быстро выпил глоток из горла и плюнул немного обратно. Затем он убрал бутылку и посмотрел на Джанте. Хе-хе, теперь ее никто не заберет у меня. Придурок. Он все такой же. Он все тот же Скряга и всегда любит захватывать хорошие вещи. Джанте улыбнулся. Откуда ты знаешь, что это я? Ты что думаешь, что я один знаю навык идентификации по ушам? Дандер сверкнул глазами. Мы узнали твой статус. Еще когда ты впервые продемонстрировал свой талант в пустыне льда и снега. Менеджер Сюита. А, Джанте все сразу же понял. Дандер кивнул. Ранее менеджер Сюита не знал, что ты Джанте. Только после того, как он передал информацию о тебе в страну Тайся, мы обнаружили, что ты Джанте. Ах, не может быть. Твоя умственная арифметика по Абаку помогла мне внести огромный вклад. Ранее я думал подарить тебе немного богатства и обеспечить яркое будущее, когда ты вернешься в страну Тайся. Поэтому я передал всю информацию о тебе организации. Эта информация содержала и твой код ушей. Джанте знал, что такое код ушей. Когда человек наблюдал за ухом, используя навык идентификации ушей, он мог найти отличительные черты и структуру, отображаемые в разных частях и областях уха, которые могут быть описаны числами. После анализа всего уха, наблюдатель мог составить код уха. Эксперты этого навыка могли один раз увидеть код уха, и могли почти идеально нарисовать это ухо. Уши людей различались. Вероятность того, что у двоих людей будет одинаковый код, была в десятки раз ниже, чем повторение отпечатка пальца. Дандир вздохнул. Хотя ты использовал маскирующие лекарства, когда впервые попал в пустыню льда и снега, структура твоих ушей осталась неизменной. Код ушей людей хуа в некоторых ключевых местах отличаются от других людей. Поэтому как только менеджер Сюита увидел тебя, он предположил, что у тебя может быть другая личность. Поэтому менеджер Сюита передал код уха Питера Хэмплистера в организацию для дальнейшего анализа и подтверждения. После того, как код Питера Хэмплистера был введен в огромный набор разносных двигателей нашей организации, потребовалось всего пару секунд, чтобы определить, что Питер Хэмплистер на самом деле был подростком по имени Джанте из города Блэкхат. Услышав такой ответ, Джанте потерял дар речи. Он не представлял, что его настоящий статус был разоблачен еще когда он впервые приехал в пустыню. Дандир серьезно посмотрел на лицо Джанте. Хэмплистер, возможно, ты использовал какой-то продвинутый маскирующий лекарственный препарат, который слегка скорректировал твои лицевые мышцы и кости. Честно говоря, если бы я не присматривался к тебе, я, возможно, не смог бы узнать тебя. Услышав слова Дандира, Джанте немного расслабился и подумал. К счастью, независимо от того, насколько сильна организация, стоящая за Дандиром, они не могут знать обо мне все. Они не знают, что я разбудил родословную изменяющую тело. Ты работаешь на банк Золотой Птицы Рух? Джанте спросил Дандира. На самом деле, банк Золотой Птицы Рух – это просто часть нашей организации. Джанте был ошеломлен. Тогда из какой ты организации, смотря на ошеломленный взгляд Джанте, Дандир показал неприличную улыбку. Казалось, что ему понравился нынешний взгляд Джанте. Ты слышал о семи главных сектах страны Тайся? Семь главных сект? Джанте не понимала, чем он говорил. Секта Небесной Удачи Хазе. Далее могут быть изменения с названиями. Долина Убивающая Демонов. Секта Таи. Павильон Держащий Небеса. Закон Силы Золота. Нефритовое здание и Царство Бессмертного Пенлай. Банк Золотой Птицы Рух является частью Закона Силы Золота. Закон Силы Золота. Какое властное и богатое название? По сравнению с другими сектами, которые звучат как художники, Закон Силы Золота больше похож на богача. Закон Силы Золота очень силен? Я могу только сказать, что 20% всех объектов страны Тайся находится в собственности бизнес-групп и банков Закона Силы Золота. Что? Джанте широко раскрыл рот. Даже в стране Цзиньюни в Нормандской империи, организация, которая могла бы управлять 20% всего капитала страны, была ужасающей, не говоря уже о всей стране Тайся. Джанте не мог себе представить, насколько сильным был Закон Силы Золота. Неудивительно, почему они посмели добавить слово Закон в название, потому что максимальная сила была близка к Закону. Когда богатство организации может достичь определенной степени, она будет близка к Закону. Зачем вы здесь? Ты уже должен был догадаться. Дандир улыбнулся, достал брошюру и положил ее перед Джанте, взгляни на описание Закона Силы Золота и права и обязанности их членов. Поскольку на обложке не было ни слова, Джанте пробежался глазами по содержанию брошюры. Из-за хорошей памяти и зрения, Джанте закончил читать брошюру, в которой было более 30 страниц, менее чем за 2 минуты. Просмотрев ее, Джанте действительно был потрясен, так как Сила Закона Силы Золота полностью вышла за пределы его воображения. Босс всей секты, большая голова дракона далее поймете, является министром финансов, одним из 9 высших канцлеров страны Тайса, который отвечает за финансы и торговлю страны. Цель существования Закона Силы Золота заключалась в следующем. Увеличение национального богатства и поглощение внешнего богатства. Джанте слабо почувствовал, что за законом Силы Золота стояла королевская семья. Весь закон Силы Золота был разделен на разные уровни. Большая голова дракона, голова дракона, лорд горы, лорд жетона, генеральный директор, менеджер, дьякон, ученик и т.д. Всего 22 уровня. Помимо большой головы дракона, все остальные уровни были далее разделены на медь, серебро и золото. Кроме того, члены организации были разделены на видимых и невидимых. Те, кто были раскрыты публике, были видными членами, а те, кто были скрыты от общественности, были невидимыми членами и могли быть известны только нескольким людям в организации. Удивительно было то, что после присоединения к секте Закон Силы Золота, челок мог присоединяться и к другим организациям и сектам. Члены только должны были хранить секреты Закона Силы Золота. Конечно, если вы не могли сохранить секреты, секта отправила бы кого-то помощь вам. Какой у тебя был статус в городе Блэкхат? Джанте спросил Дандира. Невидимый серебряный ученик. А теперь, видимый золотой дьякон. Дандир ответил с гордым взглядом. В конце концов его нынешняя позиция была из-за умственной арифметики по Абаку, которую ему подарил Джанте. В противном случае, несмотря на то, что он пробыл в городе Блэкхат столько лет, он максимум получил бы статус видимого или невидимого золотого ученика. Каким будет мой уровень, если я присоединюсь к вашей организации? Если ты присоединишься к нам, ты станешь невидимым золотым генеральным директором и будешь пользоваться такими же правами, как генеральный директор Гуан Си. Единственное различие заключается в том, что Гуан Си видимый, а ты будешь невидимым. Сколько людей среди прибывших знают мою настоящую личность? Никто кроме директора Гуан Си и меня. Менеджер Сюита доложил о тебе в штаб-квартиру, однако ему ничего не ответили по этому поводу. Поэтому он знает только то, что эта поездка связана с тобой. Однако он не знает твоей личности. Конечно, если он увидит членов дворца Хуайань, у которых есть с тобой близкие узы, он может что-то заподозрить. Однако он не будет публиковать информацию о тебе общественности, поскольку организация запретила это. Ответ дандира был вне воображения Джан Те, поскольку он думал, что по крайней мере менеджер Сюита и Гун Сун Линян знали его секрет. Как ты думаешь, стоит ли мне присоединяться? Все зависит от тебя. Дандир ответил небрежно, быстро выхватив из руки Джан Те брошюру. После этого он начал колупаться в ноздре. Если ты действительно присоединишься, этот отец должен будет кланяться тебе. Как же это будет неприятно? Если бы не приказы, этот отец не пришел бы сюда. Хе-хе-хе-хе. Джан Тай рассмеялся. Ладно, хватит уже вынуждать меня. Я подумаю. После выполнения задачи, дандир тихо вернулся к воздушному кораблю, который находился за пределами замка. Так как даже посторонние знают мой секрет, я должен найти подходящее время и шанс объяснить все старейшинам дворца Хуайань. Если я продолжу это скрывать, меня обвинят в том, что я не доверяю близким. После этого события Джан Те также понял кое-что. Некоторые вещи в этом мире не всегда могли быть под контролем. Никто в этом мире не мог делать все, что хотел. Глава 744. Встреча врагов 10 октября. В 10 часов утра, 100 представителей из пустыни льда и снега, и 100 из архипелага Ивентра собрались на базе за пределами темно-синего замка. Они выступали в качестве наблюдателей обеих сторон. Затем они ступили на воздушный корабль банка «Золотой птицы Рух». Помимо Джан Те и двух старейшин, главы племени Дикого Медведя, племени Огненного Медведя и племени Морского Медведя также присоединились к стороне пустыни льда и снега. Вчера, племя Морского Медведя прибыло в темно-синий замок, что указывало на то, что племя Морского Медведя, которое всегда колебалось, окончательно выбрало сторону. После того, как Джан Те продемонстрировал свою боевую силу и нежную силу, весы медленно склонились в его сторону. Если учесть племя Морского Медведя, на стороне Джан Те было пять из восемь племен медведей. Тьфу! При виде трех глав племен и Мулина из Школы Священного Света, старый Дикий Медведь плюнул на землю с презрительным взглядом на лице. Мулин из Школы Священного Света с мрачным выражением лица смотрел на Джан Те. Учитывая то, что Джан Те потопил его флагман и ответ, который он предоставил, конечно у него было плохое настроение. Смотря на Мулина, старейшина Турин сузил глаза, в то время как боевая ци старейшины Гаураса чуть не закипела. Сегодня, вся враждебность и противоречия между двумя сторонами решатся при помощи флотов. Все зависит от результата этого боя. После захода на воздушный корабль, банк Золотой Птицы Рух ожидает, что вы не будете делать никаких резких движений. Никому на воздушном корабле не разрешено создавать проблемы. Менеджер Сюита стоял посреди гостиной и объяснял правила, чтобы расслабить напряженную атмосферу. Нет проблем, кланы Архипелага и Вентра примут любое решение банка Золотой Птицы Рух. Канар, глава клана Райнайт, широко улыбнулся и бросил взгляд на Джан Те. После становления рыцарем, Джан Те перестал обращать внимание на людей, которые были ниже уровня рыцаря, особенно среди своих противников. Те, кто был ниже рыцарей, были муравьями перед ним. Хотя некоторые из них были немного сильными, они все еще были на уровне куриц и собак перед ним. Спокойно посмотрев на глав племени горного медведя, племени черного медведя и племени демонического медведя, Джан Те наконец сосредоточился на лице Мулина из школы священного света. Мулин был одет в набор религиозной церемониальной мантили, которая была разноцветной, как павлин. На его мантили были вышиты всевозможные узоры, такие как солнце, луна и звезды. Кроме того, на нем была золотая религиозная корона. Казалось, что он собирался проповедовать свою религию. Это ты приперся в пустыню льда и снега, чтобы создать проблемы и спровоцировал нескольких идиотов? Прямо сказал Джан Те. Услышав слова Джан Те, все остальные затихли. Пустыня льда и снега была покрыта злыми и темными силами. Пока туда доходит солнечный свет, я буду распространять там ореолы сияющего бога. Я выведу людей из темноты. Со священным выражением лица объяснил Мулин и поднял булаву. Питер, то, что ты сделал вчера, оскорбило достоинство сияющего бога. Если ты сознаешься перед булавой, сияющий бог простит всю твою вину, иначе тебе придется столкнуться с палящими медными колоннами и серным огнем в аду. Ты на протяжении 10 000 лет будешь печально вариться в аду. Сузив глаза, Джан Те указал на Мулина одним пальцем, и его тон стал священным, как будто он доносил Божью волю. Бог говорит, что ты богохульник. Сегодня твоя голова будет отрублена. Твоя кровь окрасит волны океана, а твоя плоть станет пищей рыб и креветок. Сегодня тебе воздадутся все твои грехи. Выражение лица Мулина мгновенно изменилось, и он ответил холодным тоном. Пустыня льда и снега объявляют войну империи священного света. Бог говорит, что все Северное море станет гробницей всех тех людей, которые сделали злые дела и осквернили божество. Все богохульники будут прокляты и наказаны божеством после входа в Северное море. Сегодня божество покажет свою ярость в море. Все зрители замолчали, включая главные кланы Архипелага и Вентра. Это было столкновение между школой священного света и школой древнего бога. Религиозные конфликты и войны были самыми жестокими и ужасными. Никто не смел влезать в религиозные войны. Я хотел бы посмотреть, кто станет победителем и на кого обрушится ярость океана. Мулин мрачно улыбнулся и уверенно зашел на борт. Джанте также зашел на борт. Никто не хотел пропустить такой редкий шанс засвидетельствовать историческое событие на воздушном корабле. Джанте дал 10 мест для клана Белл и клана Фейн. Гжаолина, Сабрина и 6 женщин из клана Спенсер также следовали за Джанте. Джанте также был полон любопытства к этому кораблю, так как он также впервые попал на борт воздушного корабля. Внутри воздушного корабля было очень просторно. Из-за сложного дизайна трубопроводов, башен и водонепроницаемых кают, внутри боевых кораблей было мало свободного места. Тем не менее, внутренняя часть этого воздушного корабля была похожа на просторный театр и стальную крепость. Все пассажиры были ошеломлены. Банк Золотой Птицы Рух знала первой реакции людей после попадания на борт, поэтому они выделили обеим группам нескольких гидов. Воздушный корабль был намного безопаснее, чем дирижабли. Когда они увидели снаружи облака, они поняли, что воздушный корабль уже взлетел. Весь процесс был тихим, удобным и стабильным. Как он взлетел? Старый Дикий Медведь задал вопрос. Дандер был тем, кто сопровождал группу Джанте. Воздушный корабль создан из особого металла из подземного мира, который называется летающий металл. Все ресурсы летающего металла находятся в руках военных и королевской семьи страны Тайся. Серьезно ответил Дандер. Можем ли мы купить воздушный корабль? Старый Дикий Медведь спросил, облизывая губы. Конечно. Но в Тайся на это сильные ограничения. Только после того, как вы сможете выполнить некоторые условия, вы сможете купить его. Какие условия? Как правило, только люди, занимающие места губернаторов в префектуре генералов, люди с дворянскими титулами маркиза и выше, члены королевской семьи и крупные канцлеры имеют право на их покупку. Император страны Тайся также иногда награждает ими людей. Поскольку это символ чести, то на покупку этого корабля есть строгие ограничения. Какие? Только после того, как крупные кланы на протяжении 20 лет платили налоги на сумму более 100 миллионов золотых монет в год, только тогда они могут купить воздушный корабль. Серьезно ответил Дандер. Что? Только после уплаты налогов в размере более 100 миллионов золотых монет в год на протяжении 20 лет. Что за нахуй? Общий доход 8 племен медведей не достигает и 100 миллионов золотых монет в год. Тем не менее в стране Тайся эта цифра составляет всего лишь годовую сумму налогов некоторых крупных кланов. Все пассажиры были поражены богатством и процветанием страны Тайся. В то же время восклицания также раздались со стороны архипелага Ивентра. Скорее всего они задали тот же вопрос. Джан Те знал, что одной из целей, почему банк золотой птицы Рух прилетел сюда на воздушном корабле, было создание в сердцах этих людей богатый и процветающий образ страны Тайся. Это было семя, которое рано или поздно прорастает. Воздушный корабль летел намного быстрее, чем дирижабли. Всего через несколько минут он уже достиг места, где произойдет столкновение флотов. Глава 745. Огонь дуэль проходила на площади около 900 кВ, миль. Ранним утром многочисленные круизные корабли и яхты последовали за половиной флота Северного ветра и флота клана Райнайт. Поле боя было окружено буями. Помимо флотов двух противоборствующих сторон, никакие другие корабли, даже дирижабли, не могли войти в эту область. Флот Северного ветра отправил два боевых корабля возглавляемых Снежной ежевикой и четыре тяжелых крейсера, что составляло половину общей боевой силы флота Северного ветра. Клан Райнайт также отправил два боевых корабля и четыре тяжелых крейсера. Что касается потерь, которые понесет клан Райнайт в этом поединке, представители всех крупных кланов Архипелага и Вентра сказали, что они заплатят за все потери после поединка. Остальные корабли флота Северного ветра и союзного флота Архипелага и Вентра плавали вокруг этой области, чтобы поддерживать порядок. Они потопят любые корабли, которые посмеют вмешаться в дуэль. Все зрители собрались в 2-3 милях от поля боя. Богатые пассажиры и зрители забирались на мачте или стояли на высоких палубах. Воздушный корабль банка «Золотой птицы» Рух завис на высоте около тысячи метров над полем боя. Огромная крыша кабины медленно сдвинулась, показывая часть голубого и огромного неба, в результате чего закрытая кабина мгновенно превратилась в открытую палубу, что позволяло людям смотреть вниз. Кроме того, из пола палубы медленно поднялось огромное оптическое устройство, которое достигало 5-6 м в высоту. Как многогранный хрустальный столб, у него было много сторон, которые показывали всю ситуацию внизу. Эта штука была намного более продвинутой, чем эксклюзивный перископ капитана обычных дирижаблей. Это огромное оптическое устройство было окружено рядами сидений. Пассажиры могли сидеть на сидениях и наблюдать за битвой. Кроме того, Банк Золотой Птицы Рух также приготовил некоторые высококачественные напитки. Это было похоже на небольшой воздушный амфитеатр. Когда крыша открылась, Гун Сун Линян, женщина-рыцарь, выпустила зеленую боевую ци. Она взлетела в воздух и начала наблюдать за ситуацией внизу. Гуань Си, исполнительный директор Банка Золотой Птицы Рух и его группа также пришли посмотреть. Оба флота выпустили красную вспышку, один с юга-запада, а другой с северо-востока, что указывало на то, что они уже готовы. Все зрители затаили дыхание, увидев в небо две вспышки. Ваше превосходительство, можем ли мы начинать? Менеджер Сюйта спросил Джанте. Джанте кивнул, после чего другой член Банка, который спрашивал мнение представителя архипелага Эвентра, также кивнул в сторону Сюйта. Сюйта кивнул в сторону Гуань Си. Гуань Си также кивнул в сторону Сюйта. Джанте заметил след насмешки на лице Мулина из Школы Священного Света, когда Канар кивнул в сторону Джанте. Джанте также ухмыльнулся, так как он действительно хотел увидеть их козырь. После всего этого, воздушный корабль выстрелил вниз красной вспышкой. Когда вспышка коснулась морской воды, оба флота двинулись. Из их дымоходов одновременно повалил пар. Как кавалеристы на боевых лошадях, оба флота начали мчать в сторону противника. В такой фиксированной области, оба флота находились в видимом диапазоне противника. Если противоположный командир не был идиотом, ни один из двух флотов не сможет встать в Т-образную формацию. Поэтому оба флота просто понеслись в сторону друг друга. Через несколько минут, когда оба флота находились на расстоянии 15.00М друг от друга, Основная пушка флагмана флота клана Рай Найт начала дымить. Через несколько секунд главная пушка на Снежной Ежевике также начала дымить. Через несколько секунд раздалось два взрыва. Почти в то же самое время, колонна воды поднялась с места в 70.00М от флота Северного Ветра. Через пару секунд после этого, такой же столб воды поднялся с места в 100.00М от флота клана Рай Найт. Как только зрители услышали взрывы, они обрадовались. Дуэль наконец-то началась. Все на воздушном корабле стали напряженными. Это всего лишь пробный огонь главных пушек двух флотов. Благодаря пробному огню они измеряют точку падения и ошибку траектории. После этого они все исправят. После подтверждения параметров на флагмане, они передадут все параметры другим кораблям при помощи сигнальных ламп. После настройки параметров огня, все корабли начнут свой залп. Старейшина Турин прошептал Джанти. Если смотреть на пробный огонь, похоже, что клан Рай Найт держит верх. Они выстрелили на 4 секунды раньше, чем флот Северного Ветра. Кроме того, их снаряд был ближе к флоту противника, сказал Джанти. Вся объемлющая сила флота Архипелага Ивентра действительно немного выше, чем у флота Северного Ветра. Сейчас мы не в доминирующем положении. Старейшина Турин выглядел мрачно. Не волнуйся, это только начало. Джанти улыбнулся. После первого раунда пробного огня, представители крупных кланов Архипелага Ивентра начали перешептываться. Канар, глава клана Рай Найт, показал слабую улыбку. Спустя 10 секунд, оба флота начали первый раунд залпов. В этот раз взрывы были намного громче, чем раньше. В течение первой минуты, оба флота завершили три раунда залпов. В первом раунде, флот клана Рай Найт был на 2 секунды раньше, чем флот Северного Ветра. Когда начался второй раунд, разрыв увеличился до 4 секунд. Когда начался третий раунд, разрыв увеличился до 6 секунд. Снаряды падали в воду вокруг кораблей, создавая огромные колонны воды. Смотря на распределение этих колонн, казалось, что командиры обоих флотов сосредоточили атаки на боевых кораблях противника. В такой критический момент, если они смогут уничтожить или вывести из строя один боевой корабль противника, весы перевесятся в их сторону. Помимо боевой силы, удача также была очень важным фактором в бою. Казалось, что у флота Северного Ветра была более высокая удача. В третьем раунде, сноса боевого корабля флота клана Рай Найт поднялось пламя. Все, кто болели за пустыню льда и снега, сразу уже начали кричать. «Неплохо», — крикнул старый дикий медведь. Боевой корабль можно уничтожить или вывести из строя, только попав по боеприпасам корабля или случайно попасть в ключевые части около пропеллера. Поэтому это попадание не повлияло на скорость этого корабля. Оптическое устройство сосредоточилось на этом горящем боевом корабле и увеличилось. Все пассажиры на воздушном корабле могли ясно видеть, что матросы быстро тушили огонь. В этот критический момент способность уменьшить потери также была ключевым компонентом боевой силы и жизнеспособности флота. Флот Северного Ветра достойный оппонент. Канар, глава клана Рай Найт, спокойно сказал в сторону Джанте. «Похоже, что ты не особо беспокоишься об этом». Джанте улыбнулся. Канар моргнул глазами и улыбнулся. «Это же только начало, не так ли? Ты веришь в удачу, глава клана Канар? Удача очень важна, но самое главное — это боевая сила. Хороший старт означает половину успеха. Кроме того, удача — это часть боевой силы. Я чувствую, что удача сегодня на моей стороне. Это мы еще посмотрим». Пока они говорили друг с другом, дуэль продолжалась. Громкие взрывы по-прежнему раздавались снизу. Спустя три минуты, флот клана Рай Найт показал свое преимущество в боевой силе. В течение этого периода времени, флот Северного Ветра завершил 9 раундов атак. Однако флот клана Рай Найт завершил 10 раундов. Во время 10 гураунда, снаряд точно попал в боевой корабль «Снежная Ежевика». На этот раз кричали все те, кто болел за Архипелаг и Вентра. Первый бой длился 15 минут. После этого, оба флота вышли из диапазона огня противника. За время этого столкновения, флот Северного Ветра был поражен 5 раз, в то время как флот клана Рай Найт был поражен 4 раза. Потери обоих флотов не были фатальными. Выйдя из диапазона огня противника, оба флота одновременно изменили свои направления и подготовились ко второму бою. Во время второго столкновения, флот Северного Ветра поразил противника 7 снарядами, а сам получил 6 попаданий. Средняя главная пушка «Снежной Ежевики» была выведена из строя, а боевой корабль противника начал яростно пылать, после чего оба флота снова изменили свои направления и начали следующие столкновения. Однако в этот момент, два линкора флота Северного Ветра замедлились, из-за чего формация всего флота слегка нарушилась. Что случилось? Все зрители, кроме Джанте, поднялись со своих мест. Увеличьте два боевых корабля флота Северного Ветра. Гуаньси, который всегда молчал, в этот момент открыл рот. Постепенно «Снежная Ежевика» и другой боевой корабль были увеличены на оптическом устройстве. Увидев, что произошло, все, кто болел за пустыню льда и снега, почувствовали, что их как будто поразило молнией. С морского дна всплыло множество больших морских звезд и коньков. Они прикрепились к одной стороне обоих боевых кораблей флота Северного Ветра. Помимо замедления, оба корабля начали крениться. Глава 746. Воля сияющего бога в такой яростной дуэли, если боевой корабль потеряет свою скорость, несмотря на то, что он будет продолжать стрелять, он станет легкой мишенью. Эти морские звезды были твердые, как камень, и каждая из них могла прочно прикрепиться к металлическому дну кораблей. Вообще, на дне больших кораблей всегда были морские существа, такие как морские звезды и раковины. Однако сейчас множество морских звезд и раковин прикрепились к одной стороне кораблей, в результате чего боевые корабли резко потяжелели, что повысило их сопротивление в воде. Кроме того, оба боевых корабля слабо накренились. В таком состоянии корабли замедлились и имели более низкую точность стрельбы. Когда передние боевые корабли замедлились, остальные четыре крейсера позади них тоже должны были замедлить ход, создав формации всего флота ХАЭС. Никто не ожидал такого поворота событий. Гун Сун Линян уже подлетела к кораблям и нырнула в море. Все пассажиры воздушного корабля могли видеть, как множество матросов поднялись на палубы и пытались смыть этих морских жителей водными пушками. Однако это не особо помогало. Множество морских звезд и раковин прикрепились ко дну кораблей, куда не могли добраться водные пушки. В результате чего, скорость двух боевых кораблей флота Северного ветра постепенно снизилась с 20 морских миль в час до 10. Увидев это, не только люди из пустыни льда и снега, даже многочисленные зрители были потрясены. Из-за большого расстояния и плохого угла обзора, многие люди не могли видеть истинную ситуацию. Поэтому они не знали, почему флот Северного ветра резко замедлился. Пока флот Северного ветра замедлился, флот клана Райнайт продолжал мчать к своему противнику, как кавалеристы на лошадях. Начиная с 15.000, пушки обоих флотов снова начали стрелять. Когда флот клана Райнайт покинул диапазон флота Северного ветра, между двумя флотами возникла резкая разница. Флот клана Райнайт был поражен всего тремя снарядами. Однако флот Северного ветра был поражен девять снарядами. Это столкновение, казалось, предсказывало исход флота Северного ветра. Если все так и продолжится, то после еще трех столкновений оба боевых корабля флота Северного ветра будут полностью выведены из строя. Старый дикий медведь взревел, указывая на парней с архипелага Эвентера. Ублюдки, это вы сделали? Я не знаю, о чем ты говоришь. Спокойно ответил Канар, глава клана Райнайт. Я могу командовать своим флотом, а не этими морскими существами. После слов Канара, Гунсун Линян вернулась из моря. На дне никого нет. Холодно сказала Гунсун Линян. Пока оба флота сражались, Гунсун Линян обыскивала морское дно. Однако она не нашла там никого. Это не означает, что это не чья-то работа. Скорее всего за всем этим стоял контролер морских животных. Учитывая то, что он так быстро исчез, этот человек должен быть редким мастером среди контролеров животных. Конечно, это была простая гипотеза. Поскольку никаких доказательств не было обнаружено. Старейшина Турин встал с мрачным выражением лица. Этот поединок уже потерял свою справедливость. Я прошу банк золотой птицы Рух прекратить эту дуэль. Я не согласен. Представитель крупного клана Архипелага Ивентра встал. Доказательств несправедливости нет. Этот представитель спокойно ответил, поклонившись Гуансии. Согласно соглашению, без вмешательства третьей стороны, ни один из двух флотов не может покинуть поле боя. Оба флота должны сражаться до конца. Несмотря на некоторые вмешательства, вмешательство было произведено со стороны морских существ, а не нами. Морские существа не являются частью Архипелага Ивентра. Они относятся к форс-мажорным обстоятельствам, поэтому Архипелаг Ивентра не обязан брать на себя ответственность за это. Ни один из противников не имеет права отказаться от дуэли из-за этого. В противном случае это нарушит суть договора. Договоры являются основой процветания Архипелага Ивентра. Как наблюдатель этой дуэли и гарант выполнения этого соглашения, банк Золотой Птицы Рух должен поддерживать святость договора. После слов этого представителя, дандир который всегда находился около людей из пустыни льда и снега, тихо показал Джанте свою ладонь. На его ладони была строка слов, «Если ты хочешь, мы можем сделать еще одну чрезвычайную ситуацию, чтобы прекратить эту дуэль». Прочитав это, Джанте бросил взгляд на дандира и продолжал молчать. Сказав это, представитель сел. Все на воздушном корабле посмотрели на Джанте. Джанте оставался спокойным. Он посмотрел на Канара и спросил. Слова этого парня представляют мнение всех кланов Архипелага Ивентра. Жизнь Архипелага Ивентра заключается в процветании торговли, в то время как жизнь процветания торговли лежит в договорах. Я не знаю так ли это в других местах, но на Архипелаге Ивентра, если договор подписан, то он становится священным. Мне очень жаль об этом повороте событий. Однако влияние морских существ на флот Северного ветра действительно связано с форс-мажорными обстоятельствами, поэтому все идет согласно договору. Глаза Канара искрились. Святость договора? Мне нравится как это звучит. Давайте продолжим, я действительно восхищаюсь вашим уважением к договорам. Джанте улыбнулся, и подчеркнул два слова уважения и восхищения, но знаете ли вы что такое настоящие форс-мажорные обстоятельства? Все представители крупных кланов Архипелага Ивентра обменялись взглядами друг с другом. Они не понимали слов Джанте. Только воля сияющего бога, это настоящий форс-мажор. Мулин из школы священного света поднял скипетр, и ответил на вопрос Джанте, ты еще можешь признаться моей булаве. Сияющий бог уже показал свою волю при помощи океана. Это предупреждение. Джанте бросил на него пренебрежительный взгляд, словно смотря на кусок дерьма обмотанный в блестящий шелк. Знаешь почему я до сих пор не спрашивал твоего имени? Потому что в моих глазах, все богохульники, это черви на жертвенном алтаре. Они недостаточно достойны того, чтобы я знал их имена. Ты, Мулин был настолько разъярен, что его лицо покраснело. Гун Сун Линян сузила зрачки и посмотрела на него. Затем Мулин впился взглядом в Джанте, я действительно хочу посмотреть, насколько тебя хватит. Джанте встал. Взглянув в небо, он закрыл глаза и вытянул руки со священным блеском на лице, как будто молясь и обнимая бесконечную пустоту. Джанте произнес. Посейдон, я приказываю тебе яростно показать свою волю во имя бога богов, чтобы богохульники и неверующие, которые верят только в деньги, могли увидеть истинное величие бога. В тот момент, когда Джанте сказал это, все представители пустыни льда и снега и архипелага Ивентра опешили, что это значит. Неужели Питер приказывал богу моря? Ты шутишь, что ли? Неужели он сошел с ума? Дандер показал странное выражение лица. Он не представлял себе, что этот сопляк всего за несколько так сильно разовьет свой талант подражания. Смотря на его нынешний благочестивый и достойный взгляд, он совершенно отличается от того парня, который чувствовал вину, меняя срок годности на просроченных товарах. Вскоре после слов Джанте, в воде появилась огромная, ужасающая тень. Глава 747. Кнут ярости. Блять, этот отец поставил 2 миллиона золотых монет. Что случилось с флотом Северного Ветра? Богатый парень из архипелага Ивентра, который вчера поставил 2 миллиона золотых монет на флот Северного Ветра, взревел, сидя в роскошной яхте. Учитывая действия флота Северного Ветра, все поняли, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Но почти никто не мог рассмотреть, что именно произошло. Ублюдок. Этот богатый парень выбросил свой телескоп в море. Это был хороший день. Под ярким солнцем, морская вода выглядела кристально-голубой. Она была очень прозрачной. Когда он выбросил телескоп, богатый парень опустил голову и обнаружил, что морская вода под его яхтой была темнее, чем ранее. Он подумал, что это была тень от облаков. Однако он не нашел никаких облаков в небе. Что не так? Пока другие смотрели за дуэлью, этот богатый парень обнаружил, что вода под ним была темнее, чем вокруг. Если бы он не присматривался, он бы не заметил. Внезапно этот богатый парень почувствовал мурашки по всему телу. Он мгновенно застыл, а его лицо побледнело. Эта тень под водой двигалась. Что-то живое под водой, размерами с гору. Как только эта мысль пришла ему в голову, он застыл и чуть не упал. Вскоре после этого он яростно закричал. Сваливаем, быстрее уплываем. После восклицания, богатый парень слез с мачты и бросился в кабину яхты. В результате чего управляющий, который шел к нему с бокалом вина, был сбит с ног. Когда эта яхта развернулась и начала уплывать на полной скорости, флот Северного Ветра должен был сделать трагический выбор. Четыре тяжелых крейсера начали покидать два боевых корабля и помчали к флоту клана Ренарт. Те, кто имел опыт морской войны, знали, что флот Северного Ветра пытается создать шанс для двух боевых линкоров подстрелить противника на близком расстоянии и рискуя потерять четыре тяжелых крейсера. Если расстояние между боевыми кораблями и мишенью было менее 3 миль, сила, проникающая способность и точность снарядов достигнут нового максимума, в результате чего битва будет чрезвычайно жестокой. Это был единственный выход флота Северного Ветра. Это означало, что они были готовы пожертвовать своими собственными судами, чтобы привлечь внимание противника. Бойцы флота Северного Ветра выполняли свое обещание Чжан Терескуя своими жизнями, солдаты флота Северного Ветра могли не быть самыми лучшими моряками, однако они безусловно самые храбрые. Почему? Усатый капитан боевого корабля флота Северного Ветра, который не участвовал в этой дуэли, ударил кулаком по главной пушке своего боевого корабля. Все офицеры и солдаты на кораблях флота Северного Ветра, не участвовавшие в битве, слегка всплакнули и хотели ринуться вперед и заменить их товарищей. Они знали, что могут проиграть битву, однако они не предполагали, что проиграют битву таким образом. Эти обычные солдаты и офицеры не знали, откуда взялись эти морские существа, но они были уверены, что это была ловушка. Воздушный корабль не посылал никаких сигналов на остановку дуэли, а это означало, что этот поединок продолжится. На воздушном корабля, смотря на то, как Чжан Тересе еще вытягивает руки, некоторые подумали, что Питер сошел с ума из-за большого давления. Он начал приказывать Посейдону, неужели он сумасшедший или хочет, чтобы эту дуэль отменили из-за того, что он сумасшедший. Представители главных кланов Архипелага Ветра начали вспоминать договор. Они пытались вспомнить, были ли в нем какие-либо лазейки, которые мог бы использовать Питер. Чжан Тересе не двигался целую минуту. Даже Гажаолина печально смотрела на Чжан Тересе. Старейшина Турин ледяными глазами взглянул на Мулина. Дандир тоже начал сомневаться, что черт возьми он делает. Неужели он действительно думает, что может изменить ситуацию просто притворившись идиотом? Не может быть. Даже если у этого сопляка есть некоторые меры предосторожности, он должен по крайней мере попросить кого-нибудь передать его сообщение. Никто из банка Золотой Птицы Рух или Пустыни Льда и Снега не передает и не посылает никаких сообщений. Этот парень притворяется, что умеет использовать телепатию. Дандир посмотрел на Гуан Си и обнаружил, что последний смотрит на Чжан Тересе с суженными глазами. Кажется, что Гуан Си также не понимает плана Чжан Тересе. На самом деле, банк Золотой Птицы Рух подготовил несколько лазеек для остановки дуэли. Однако все решения принимает Гуан Си. Так как этот сопляк не попросил помощи, Гуан Си молчит. Гун Сун Линян презрительно смотрела на Чжан Тересе. Учитывая ее взгляд, она явно думала, как мог такой мусор стать рыцарем. Среди всех присутствующих, только старейшина Гаурас все еще был уверен в Чжан Тересе. Но это было не из-за самого Чжан Тересе, а из-за пророчества Понтифика Сарлина. Чжан Тересе является правителем всех океанов. Как может такой человек проиграть в море? Понтифик Сарлин никогда не ошибается. Старейшина Гаурас крепко сжал кулак, и он постоянно говорил себе, Понтифик никогда не ошибается. Поэтому мы не проиграем эту дуэль. Ах, что это? Вскрикнул внук Старого Белла, и глаза всех остальных вернулись на огромное оптическое устройство. Однако они не заметили ничего особенного. Тень, тень под водой, воскликнул внук Старого Белла, что привлекло внимание многих людей. В оптическом устройстве они увидели огромную, ужасающую тень, которая быстро приближалась к флоту клана Райнайт. Если не присматриваться, то эту тень было трудно заметить. Это что тень облака? Такая мысль возникла у многих людей. Тень была слишком огромной, поэтому многие люди принимали ее за естественное явление. Увеличьте, сказал Гуан Си, после чего флот клана Райнайт начал увеличиваться. В этот момент Джанти открыл глаза, посмотрел на представителей основных кланов Архипелага Ивентра и сказал, «Кнут ярости богов уже прибыл». Что это значит? Перед тем, как представители основных кланов Архипелага Ивентра смогли понять смысл его слов, чрезвычайно ужасающий черный столб вырвался из воды как небесная колонна. Когда он достиг высоты более 1000 м над поверхностью воды, он ударил в один из боевых кораблей флота клана Райнайт как гибкий длинный кнут. Все зрители широко раскрыли рты. Ужасающий хлыст двигался настолько быстро, что воздух над водой издавал звук, похожий на разрыв шилка, что было громче и пронзительнее выстрелов пушек двух флотов. Когда огромная масса умножается на большую скорость, это создает ужасающее, невообразимое разрушение. Почти никто не мог ясно видеть, что произошло в эту секунду. Все только увидели, как длинный хлыст врезался в океан, создавая волны, достигающие десятков метров в высоту. Остальные корабли флота клана Райнайт высоко подлетели и затем обратно упали. Глава 748 Форс-мажор Это внезапное изменение было похоже на добавление воды в горящие масла, сразу же накаляя дуэль. Даже люди, которые находились в 2-3 милях и не использовали телескопы, могли четко видеть огромный черный кнут, длина которого превышала 1000 м. Сначала он указывал в небо. Вскоре после этого он ударил вниз, создав огромную волну высотой в десятки метров. Преодолев несколько миль, эта волна постепенно растворилась. Тем не менее она все равно задела все роскошные яхты и корабли. Перед такой ужасающей силой, все зрители были поражены. После этого все они сделали одно и то же действие, начали как можно быстрее убегать от этого монстра под водой. На воздушном корабле, все главы из пустыни льда и снега и представители крупных кланов архипелага Ивентра, и даже исполнительный директор Гуанси из банка золотой птицы Рух, были ошеломлены увиденным. Лицо Канара, главы клана Райнайт, побледнело. Мулин из Школы Священного Света настолько широко раскрыл рот, что в него можно было поместить гусиное яйцо. Огромная тень постепенно показала свое тело из воды. Морская вода стекала с его тела как водопад. Но на этом кошмар флота клана Райнайт не закончился. Прежде чем боевой корабль упал в воду, из воды вырвалось еще одно чрезвычайно длинное хлыстообразное щупальце и обернулось вокруг него. После этого он бросил этот боевой корабль на сотни метров вдаль, словно бросая свою игрушку. Те, кто находился на воздушном корабле, не смогут забыть эту сцену всю оставшуюся жизнь. Более 10 000 тонн боевой корабль летел по воздуху и разбился о воду в 1000 метрах. Отныне он больше никогда не появится на поверхности. Этому боевому кораблю, который выбросили, еще повезло, потому что другие два тяжелых крейсера были схвачены этими ужасающими щупальцами и разбились друг от друга. Когда их подняли вверх, отчаявшиеся матросы на этих кораблях вскрикнули и поспешно спрыгнули в море. Вскоре после этого эти же два корабля полетели в сторону остатков флота клана Райнайт, создав еще одну огромную волну. Когда огромная волна успокоилась, все уже закончилось. Флот клана Райнайт исчез. Весь процесс занял всего пару минут, И только сейчас это существо полностью показало свою огромную голову, которая была похожа на 1000 метровый холм. Черное тело, чудовищные огненные огромные зрачки. Это существо выпустило звук, похожий на одновременное дуновение во множество морских раковин. Этот звук образовал на поверхности воды ряб. Этот звук содержал странную силу. Когда он добрался до двух боевых кораблей, покрытых многочисленными морскими звездами и раковинами, эти морские звезды и раковины поспешно отцепились и уплыли на дно. Когда эти морские звезды и раковины покинули боевые корабли флота Северного Ветра, таинственная фигура, скрывающаяся в морских водорослях в 7-8 милях от поля боя, превратилась в кровавый туман. Посейдон это питомец. Посейдона, представитель крупного клана архипелага Ивентра, побледнел. Согласно мифам славян, самым сильным огромным глубоководным монстром в Северном море был питомец Посейдона, морской бог. Посейдон всегда ездил на этом питомце и путешествовал по всем морям. Всякий раз, когда он открывал новые воды, он показывал свое достоинство и приказывал всем водным существам при помощи дуновения в раковину морского бога. В этот момент все представители архипелага Ивентры стали чрезвычайно напуганными, так как они вспомнили слова Джанте. Ноги многих людей задрожали. Они не смели даже смотреть на лицо Джанте, Джанте стал достойным и святым в их сердцах. Мне очень жаль, что такое несчастье произошло с флотом архипелага Ивентра, но это относится к форс-мажорным обстоятельствам. Архипелаг Ивентра же уважает святость договоров? Джанте спросил с выражением лица, похожим на выражение лица Каннара, когда он говорил похожие слова. Джанте показал им так называемый форс-мажор. С дрожащими бледными губами, Каннара гляделся и обнаружил, что все представители архипелага Ивентра опустили головы, чтобы избежать его взгляда. В этот момент Каннар понял, насколько смешным и наивным было то, что он сделал. Перед этим человеком его трюки были ничем. Каннар подумал, даже если весь союзный флот архипелага Ивентра расширится в 10 раз, он все равно будет игрушками перед этим существом. Неужели архипелаг Ивентра хочет защищать свои интересы и безопасность? Куча игрушек. Брайтман, глава клана Виллес с острова Гантииду, уже встал и глубоко поклонился Джанте. После этого он положил правый кулак на сердце и сказал, архипелаг Ивентра уважает священный договор между нами. С сегодняшнего дня весь архипелаг Ивентра будет находиться под управлением Питера Хэмплистера. Вы будете единственным правителем архипелага Ивентра. От имени клана Виллес с острова Гантииду, я обещаю быть верным Питеру Хэмплистеру. Вскоре после Брайтмана, другой представитель поспешно встал и поклонился. От имени клан Гантис. От имени клана Сиви. От имени. Если борьба стала бессмысленной, никакой клан не был бы достаточно глупым, чтобы пойти против течения. Это был закон выживания главных кланов архипелага Ивентра. С защитой такого великого человека, основные кланы архипелага Ивентра действительно выиграют. Ни один из представителей не был идиотом. Канар, глава клана Райнайт, также медленно встал. От имени клана Райнайт с острова Акрай, я обещаю быть верным Питеру Хэмплистеру. В этот момент Канар наконец понял, почему Питер выбрал его флот для борьбы с флотом Северного Ветра. Это было серьезное предупреждение клану Райнайт и силе стоящей за ним. Возможно, Питер с самого начала не планировал позволять флоту клана Райнайт покидать эти воды. Бросив глубокий взгляд на Джанте, глаза Гуанси вспыхнули, прежде чем он открыл рот. Так как обе стороны не возражают против результата этой дуэли, как наблюдатель этой ставки и гарант выполнения этого договора, Банк Золотой Птицы Рух официально заявляет, что победителем этой дуэли является Питер Хэмплистер и пустыня льда и снега. Банк Золотой Птицы Рух будет продолжать наблюдать за выполнением данного договора. Затем Гуанси улыбнулся в сторону Джанте. Поздравляю, Питер Хэмплистер. С этого момента вы становитесь самым богатым человеком Северного моря субконтинента Вае. С вычетом 0,5% в качестве платы за обслуживание из 270 миллионов золотых монет, которые вы выиграли, Банк Золотой Птицы Рух перечислит остальную часть денег на ваш личный счет. Вы можете вывести их из любого отделения Банка Золотой Птицы Рух на любом континенте. Мы можем предоставить вам профессиональную команду финансового менеджмента, чтобы они помогли вам в использовании такой огромной суммы денег. Услышав это, все присутствующие вспомнили, что Питер Хэмплистер поставил свою племенную конфедерацию в качестве ставки. Спасибо. Вскоре после слов Джанте, Мулин из Школы Священного Света заметил, что старейшина Турин и старейшина Гаура сбросили на него злобные взгляды. Поэтому он со скоростью света вылетел из воздушного корабля. Хочешь сбежать? Не выйдет. Глаза Джанте стали холодными, и он последовал за Мулином. Глава 749. Смерть Мулина старейшина Турин и старейшина Гаура также вылетели из воздушного корабля. Казалось, что Мулин знал секретный навык увеличения скорости полета. За долю секунды он пересек 400-500 им. Обычные рыцари не могли догнать его. Но, к сожалению, он столкнулся с Джанте. Джанте все время следил за ним. Поэтому как только Мулин пришел в движение, Джанте двинулся в тот же миг. Держа в руке меч, Джанте следовал за Мулином, а его ци-меча становилась все более яростной. Когда он сузил расстояние между ними до менее чем 100 м, Джанте махнул длинным мечем и выпустил в спину Мулина множество ци-меча в форме мечей. Почувствовав опасность, Мулину пришлось изменить направление. Однако этой доли секунды было достаточно для того, чтобы его догнал Джанте. Джанте ускорился и начал яростный ближний бой. Его длинный меч излучал сильный блеск. Этот Мулин из школы священного света изменил выражение лица, поскольку он не представлял, что Джанте может быть таким яростным. Для рыцарей ближний бой был похож на бой на штык-ножах. Это было сражение силы, скорости, защиты, силы боевой ци, восприятия и сознания рыцарей. Если какая-либо сторона допускала малейшую ошибку, он мог взорваться. Неужели пустыня льда и снега хочет противостоять империи священного света? Мрачно закричал Мулин, отвечая на атаки Джанте. Если бы его противником был не Джанте, он легко мог бы убежать. Однако перед Джанте, кто культивировал сутру королевской птицы рух, он быстро потерял преимущество. Узнав, что Джанте двигался немедленнее его самого, Мулин был потрясен. То, что вы делали в пустыне льда и снега, ничем не отличается от провокации войны. Ты думаешь, что у вас есть свободный вход в пустыню льда и снега? С сегодняшнего дня, все Северное море станет гробницей таких богохульников, как ты. Выругался Джанте, продолжая выпускать цемича. В этот момент старейшина Турин и старейшина Гаурас догнали их. Они не присоединялись к битве. Они просто смотрели за боем Джанте и Мулина. Когда два рыцаря начали битву, воздушный корабль отступил на расстояние 1 мили. Зависнув над воздушным кораблем, Гун Сун Линян не моргая смотрела за этой битвой. Диалог между Джанте и Мулином был четко услышан на воздушном корабле. Пожалуйста, минуточку внимания. Банк золотой птицы рух не будет вмешиваться в спор между пустыней льда и снегой империи священного света. Те, кто хотят вмешаться в этот спор, пожалуйста, покиньте воздушный корабль, сказал Гуань Си. Услышав это, все присутствующие выругались внутри. Покинуть воздушный корабль? Что за нахуй? Воздушный корабль все еще находится в воздухе. Кроме рыцарей, кто еще сможет покинуть его? Все рыцари находятся за пределами воздушного корабля. Тем не менее более 99% из тех, кто сейчас присутствовал на борту, еще не видели битвы между рыцарями. По сравнению с поединком между двумя флотами, борьба между двумя рыцарями была более интригующей. Из-за огромного расстояния, простые люди не могли видеть процесс их боя. Они только могли видеть, как два светящихся объекта яростно врезаются друг в друга. Когда они врезались, во все стороны разлеталась острая цемеча и боевая ци. Все остатки, приближающиеся к воздушному кораблю, были отражены Гон Сунь Линян. Какого черта, как остаточная сила их поединка может достигать 1 мили? Все люди, находящиеся в воздушном корабле, были потрясены этой битвой. Главы племен пустыни Льда и Снега и представители крупных кланов Архипелага и Вентра были очарованы этой битвой. По сравнению со сталью и паром, вот это настоящая высшая сила этой эпохи. Смотря на бой, глаза Гуансии мерцали. Никто не знал, о чем он думал. Пережив дуэль с рыцарем-демоном, Джанте полностью укрепил свое царство рыцаря. Кроме того, Джанте ни на минуту не прекращал культивировать. Хотя он еще не сформировал свою земную чакру, база культивирования Джанте все же немного улучшилась. Этот мулин был сильным. По крайней мере в сознании рыцаря Джанте, этот мулин был немного сильнее Джарая, рыцаря 1 империи Реймлан. Джанте сделал этот вывод на основе скорости передвижения и скорости реакции этого мулина. Тем не менее, он все же не мог победить Джанте, поскольку сила Джанте также лежала в скорости передвижения и скорости реакции. Возможно из-за того, что он привык к достойной и спокойной жизни, мулин не имел грубости. Грубость могла быть сформирована только на поле боя ценой бесчисленной крови и жизней. Это было проявление высокомерия, уверенности, убийственной ци, а также мощной боевой силы. Все рыцари были сильными. Тем не менее, Джанте чувствовал, что самым важным духовным качеством рыцарей должна быть грубость, а не сила. В глазах других, Джанте был очень груб. Помимо сильного и острого фехтования, Джанте атаковал своего противника любой частью своего тела. Иногда он даже врезался своим телом в противника. Благодаря постоянным столкновениям, боевая ци мулина постепенно становилась все тоньше. Однако намерение убийства Джанте не менялось. Выражение лица мулина стало мрачным. Увидев, как Джанте очередной раз ударил в его сторону длинным мечем, мулин внезапно обхватил клинок руками и выстрелил из своих глаз светом. Сдохни. При виде этого, старейшина Турин и старейшина Гаурас изменили выражение своих лиц. В этот момент Джанте почувствовал, как что-то влетело в его голову и нацелилось на его море сознания. Однако это что-то было заблокировано щитом его руны стабилизирования души и немедленно исчезло, оставив в его голове небольшой звон. Джанте был поражен. Духовная атака. Несмотря на шок, Джанте не останавливался. Он приложил еще больше силы и ударил мечем по телу мулина, разбив его оставшуюся защитную боевую циты. Мулин широко раскрыл глаза, которые, казалось, говорили, что он не верил, что Джанте вообще никак не пострадал от его духовной атаки. Не может быть, такого просто не может быть. Если бы он мог, он хотел спросить Джанте, почему так произошло. Однако Джанте надал ему такого шанса. Он вытащил длинный меч и сразу же отрубил голову мулина. Джанте словил эту голову, а безголовый труп мулина упал вниз. Когда он достиг высоты около 1000 м над уровнем моря, из воды вырвалось огромное щупальце и утащило тело в огромный рот. После этого легендарный морской лорд, питомец Посейдона, поднял свои огромные глаза и посмотрел в небо. Вскоре после этого он медленно опустился на дно и скрылся из поля зрения публики. С головой мулина в руке, Джанте вернулся на воздушный корабль. Увидев, как Джанте убил рыцаря Империи Священного Света в течение получаса, все представители архипелага Ивент рассмотрели на Джанте неописуемыми взглядами, в которых было слишком много эмоций, таких как страх, шок, волнение, поклонение и т.д. Бах! Джанте бросил эту голову на землю, после чего она прикатилась к ногам главы племени Горного Медведя, главы племени Черного Медведя и главы племени Демонического Медведя. Эти три парня были недалеко от представителей архипелага Ивентра. Однако после того, как представители архипелага Ивентра пообещали быть верными Джанте, эта троица мгновенно стали изолированы. Они просто смущенно стояли на месте. Хотя они хотели уйти, они не могли этого сделать. В этот момент, смотря на голову в блестящей короне, ноги трех глав племен ослабели. У них даже не было возможности сопротивляться, если Питер захочет убить их. Мы, глава племени Горного Медведя, наконец выдавил слово. Тем не менее, Джанте махнул рукой, чтобы остановить его. Перед гробницей за пределами города Ишиль, где похоронено более 1-3 миллиона славян, я сказал, что не позволю, чтобы славяне убивали славян. После того, как воздушный корабль приземлится, вы можете уходить. Однако с сегодняшнего дня, ваши три племени не должны иметь в названии племя Медведя. Потому что вы предали не меня, а всю пустыню льда и снега. Вы не имеете права использовать тотем и символ пустыни льда и снега в качестве имени вашего племени. Глава 750. Если я приду 12 октября, после сумасшедшего дня в городе Святого Хернира, Джанте и 1-0-0-0 человек из пустыни льда и снега сели на воздушный корабль банка Золотой Птицы Рух и начали пересекать область дьявольского северного ветра пролива Аура, направляясь в город Ишиль. Хотя в этот день было немного холодно, весь город Ишиль проводил карнавал. Все жители города вышли из своих домов, даже соседние племена и иностранные иммигранты собирались в городе Ишиль так как они хотели увидеть лорда пустыни льда и снега. С тех пор как результат дуэли стал известен, весь город Ишиль кипел. Репутация Питера Хэмплистера достигла нового максимума. Истребление острова Демонической Змеи, управление питомцем Посейдона, мгновенное уничтожение флота клана Райнайт, завоевание архипелага Ивентра и убийство Мулина из Империи Священного Света, все вышеперечисленные были главными событиями в Северном море. Через пять лет, когда Джанте снова появился в пустыне льда и снега, его достоинства и влияние достигли нового максимума и шокировали всех. Хотя воздушный корабль, на котором летел Джанте еще не прибыл, это не ослабило страсть зрителей. Кроме того, помимо желания увидеть Джанте, они также хотели взглянуть на легендарный самолет Восточного континента. Пришло время создать страну. Гуаньси сказал Джанте, указав на территорию пустыни льда и снега и архипелага Ивентра, нарисованные на карте, площадь суши пустыни льда и снега насчитывает более 20 миллионов квадратных миль, плюс 10 миллионов квадратных миль воды архипелага Ивентра. Если ты захочешь создать страну, твоя страна будет занимать 30 миллионов квадратных миль, которые содержат воду и сушу. Пролив Аура станет внутренним морем твоей страны. После падения субконтинента Вае, эта территория станет ключевым туннелем, который соединяет Восточный континент и Западный континент. В то время ценность пустыни льда и снега покажет себя по максимуму. Исходя из сложившейся ситуации, архипелаг Ивентра и пустыня льда и снега должны быть объединены и управляться альянсом, администрацией или нацией. Это был секретный разговор между Гуаньси и Джанте. Джанте уже присоединился к закону силы золота и стал невидимым золотым управляющим директором субконтинента Вае. Поэтому Гуаньси, как видимый управляющий директор, стал единственным контактным лицом Джанте. Присоединившись к закону силы золота, Джанте должен был пройти испытательный срок, после чего закон силы золота откроет Джанте больше секретов и ресурсов. Присоединившись к этой организации, чем выше положение человека, тем он будет больше знать, тем больше он сможет получать ресурсов, и тем больше у него будет власти в организации. По словам Гуаньси, если человек достигал уровня лорда горы, этот человек будет иметь большое влияние на положение и энергию в стране тайса, не говоря уже о законе силы золота. Если человек хотел достичь более высоких уровней, помимо всесторонней силы, вклад этого человека в развитие закона силы золота также будет учитываться. Смотря на огромную карту перед ним, Джанте слегка кивнул и подумал, это действительно подходящий момент для создания страны в пустыне льда и снега. Старейшина Турин и старейшина Гаурас уже много раз говорили мне об этом. Главы племени Дикого Медведя, племени Огненного Медведя и племени Морского Медведя также намекали мне на это. Мне нужно интегрировать власть между пустыней льда и снега и архипелагом Эвентра, чтобы мои последователи были уверены сталкиваясь с все более сложными ситуациями. Проблема которую вызвал Мулин и империя священного света является отличным предупреждением. Если бы пустыня льда и снега уже была бы страной, то Мулин из школы священного света не смог бы так просто соблазнить племена медведей. Поскольку пустыня льда и снега не унифицирована, этот ублюдок смог поднять такую шумиху. Нация была барьером и крепостью для иностранных сил, а также системой стабильного внутреннего распределения прибыли и гарантией. Нынешняя ситуация такова. Снаружи, пустыня льда и снега сталкивается с постоянно растущим огнем войны коридора человеческих кланов Блэксона. Внутри, пустыня льда и снега сталкивается с новыми возможностями развития и всеувеличивающимся тортом под названием Племенная конфедерация, множеством иммигрантов и улучшением условий проживания. В результате чего пустыня льда и снега достигла ключевого перекрестка. Все главы племен и старейшины понимали это. На этот раз, цель моего прибытия, это объединить силы между пустыней льда и снега и архипелагом Эвентра. Джанти откровенно признался. Джанти не говорил о создании нации. В принципе, было вполне нормально, когда рыцарь создавал нацию. На самом деле, многие нации в коридоре Блэксона вообще не имели рыцарей. Однако у Джанти не было желания создавать нацию. Вера людей утяжеляла бремя Джанти. Хотя у Джанти не было желания создавать нацию. Реальность вынуждала его иметь большие амбиции. Потому что если у него не будет таких амбиций, это будет равносильно передаче этого шанса другим амбициозным парням. Услышав слова Джанти, Гуаньси рассмеялся. Мне всегда было любопытно, у больших кланов архипелага Эвентра было множество путей разобраться с этим делом. Однако вышло так, что их предложение сделать ставку на дуэль кажется специально сделанным для тебя. Благодаря этой ставке ты смог не только справиться с проблемами стоящими перед архипелагом Эвентра, но и справился с кризисом пустыни льда и снега. Если это твой ход, тогда он идеален. Если это все придумал ты, то насколько же ты ужасен, молодой человек. Хо-хо, возможно это так называемое совпадение. Джанти рассмеялся. Будь то восточный континент или западный континент, на обоих континентах есть некоторые секретные техники, которые могут повлиять на умы других. Они могут повлиять на кого-то и заставить этого человека бессознательно делать вещи, которые хочет кукловод, сказал Гуаньси. Джанти был потрясен. Однако он все равно притворился невинным. Ах, неужели это правда? Долина очарования, храм кровавой души, секта воровства снов, все эти изумительные секты восточного континента имеют такие секретные техники. Ах, когда я попаду на восточный континент, я определенно посещу эти три секты. Какие они удивительные. Гуаньси мягко улыбнулся. Джанти также улыбнулся. Затем они сменили тему. В конце концов у всех были свои секреты. В этот момент снаружи раздался стук. Затем раздался голос Сюита. Мы приближаемся к городу Ишиль. Перед тем, как они разошлись, Гуаньси сказал Джанти. Если ты хочешь создать нацию, три племени медведя будут проблемой. Если ты не разберешься с ними должным образом, позже у тебя могут возникнуть большие проблемы. Джанти улыбнулся. Когда я ступлю в город Ишиль, эти племена больше не будут проблемой. Вместо этого они будут чувствовать вину. Гуаньси слегка нахмурился, поскольку он не понимал откуда берется уверенность Джанти. Через несколько минут, под приветствиями и взглядами многочисленных людей города Ишиль, воздушный корабль банка «Золотой птицы» рух медленно приземлился на крупной базе дирижаблей за пределами города Ишиль. Когда люк открылся, Джанти первым вышел наружу. При виде Джанти, весь город разразился громкими возгласами. Махая им рукой, Джанти начал спускаться вниз. Когда ноги Джанти коснулись земли пустыни льда и снега, все золотые облепихи на периферии всей базы, на обочинах дорог и в дикой местности города Ишиль одновременно расцвели. Весь город Ишиль сразу стал похож на рай. Громкие возгласы и шум медленно прекратились, и все были поражены увиденным. Последователи школы древнего бога за пределами базы, особенно самые ранние последователи Джанти, начали плакать из-за чрезвычайного волнения. При виде Джанти, все они почувствовали, как будто к ним спустился настоящий бог, и все они опустились на колени. Некоторые начали читать содержание книги Вечности. Раньше книга называлась по-другому, я только не помню когда. Постепенно звук можно было услышать по всему городу. Бог говорит, я стою среди вас в обличии простолюдина. Я один из вас, божественность находится в сердцах каждого. Бог говорит, я не проявляю свое достоинство в виде трона. Однако если я приду, вы обязательно это увидите. Потому что это чудо. Даже трава и леса знают об этом. Почти в то же самое время, все лепестки золотой облепихи на территории племени демонического медведя, племени горного медведя и племени черного медведя, одновременно засохли. Глава 751. Сила веры 13 октября, проведя выше или менее один дня, Джанти отправился на равнину Газдари. Раньше она как-то по-другому называлась. Вместе со всеми представителями архипелага Ивентра, и главами и старейшинами всех племен медведей пустыни льда и снега можно сказать, что все большие фигуры Северного моря коридора Блэксона сидели в одном эксклюзивном роскошном поезде. С обеих сторон этот поезд охранялся молотом Тора, самым сильным подразделением пустыни льда и снега. Более 7 000 сильных сиподонов скакали, издавая громкий звук. В этот момент, даже без защиты молота Тора, никто из коридора Блэксона не посмеет спровоцировать этот поезд. Потому что в этом поезде находилось почти 6 рыцарей, что могло напугать кого угодно. Сев в поезд, Джанти расслабился в роскошном вагоне, оставив самый важный вопрос всем этим людям, как создать нацию. Джанти сказал им только два условия. Во-первых, он выполнит свое обещание перед крупными кланами архипелага Ивентра. После создания нации, архипелаг Ивентра будет иметь автономный парламент. Основные права крупных кланов и коммерческое процветание и жизнеспособность на архипелаге Ивентра будут гарантированы. Во-вторых, школа древнего бога станет национальной религией новой страны и самой большой религией в Северном море коридора Блэксона. Новая страна объединит государство и религию. Сказав эти пожелания, Джанти оставил решать все остальные вопросы представителям архипелага и пустыни. Они должны были решить такие вопросы, как армия, налогообложение архипелага Ивентра, улучшение торговых отношений между архипелагом Ивентра и пустыней льда и снега, интеграция боевых сил обеих сторон, гарантия интересов всех племен пустыни льда и снега и права глав племен и старейшин в новой стране. Если все люди, участвующие в этих переговорах, достигнут согласия, Джанти также согласится на их условия. Все поняли, что Джанти сделал огромную жертву и уступку ради воссоединения славянских племен в пустыне льда и снега. В глазах всех славян это было великое и блестящее решение. Через пять минут после отправления, хотя их разделяло несколько вагонов, Джанти все равно слышал, как старый дикий медведь ревел. Если все племена медведей разделят территорию между собой, кто будет управлять малыми и средними племенами на их территории? Малые и средние племена должны иметь право на свободную миграцию. Они будут находиться под контролем того племени, на чью территорию они вошли, ответил старейшина Радольфа. Если так, то твое племя железного медведя получит наибольшую выгоду. Из-за существования железной дороги, большинство малых и средних племен захотят поселиться вблизи железной дороги. Таким образом ваша сила начнет расширяться. Но напротив, ни одно маленькое и среднее племя не захочет поселиться на территории племени морского медведя, так как нам даже самим не хватает еды. Если так произойдет, мы в скором времени сильно отстанет от твоего племени. Протестовал глава племени морского медведя. Племя железного медведя всегда быстро развивалось. Даже пальцы на ладони имеют разную длину, когда это племена медведей имели одинаковую силу. Может пойдем на компромисс? Племенам лис и леопардов не будет разрешено мигрировать без согласия племени медведя на чьей территории они находятся. А племена волков, орлов и крыс будут иметь право на свободную миграцию. Сказал глава племени огненного медведя. Это приведет к большому хаосу. Поскольку племена лис и леопардов свободны, племена медведей не имеют права управлять ими. Мы не можем запрещать им свободно мигрировать. А какой у нас есть выход? Нам что раздать территорию всем племенам, начиная с племен крыс? Я не согласен. Старейшина Радельфа возразил, на территории племени железного медведя находится огромное количество мелких и средних племен. Что у нас останется, если мы всем им раздадим по территории? А почему мы вообще должны разделять территории? Тогда может просто не будет разделять территорию? Пробормотал глава племени огненного медведя. Без четкого разделения территории, как наши племена медведей смогут защищать свои права? Некоторые старейшины мгновенно возразили. А в другом вагоне, госпожа Олина, после переговоров среди главных кланов Архипелага Ивентра, мы решили выбрать тебя в качестве спикера автономного парламента Архипелага Ивентра. Да, эта позиция хорошо вам подходит, госпожа Олина. Только когда Гжаолина займет эту должность, это станет самой большой гарантией интересов Архипелага Ивентра. Джанте горько улыбнулся и покачал головой. По сравнению со стороной Архипелага Ивентра, сторона пустыни льда и снега была в хаосе, что заставило Джанте недоумевать. Пусть ссорятся сколько хотят. Главное, чтобы они пришли к консенсусу. Убрав свое сильное сознание рыцаря, Джанте начал оценивать пейзажи по обе стороны железной дороги. Каждые несколько метров, по обе стороны от железной дороги стоял высокий и сильный боец. По сравнению с пять годами ранее, пустыня льда и снега сильно изменилась. Джанте видел города и деревни и дымящие заводы по обе стороны от железной дороги. Во многих деревнях уже были дороги, в то время как на дорогах в дикой местности ездило много автомобилей. Везде царило процветание, чего не было видно несколько лет назад. Смотря на проходящий мимо поезд, многие люди махали руками. Многие из них опускались на колени и свято молились. Джанте даже видел эмблему школы древнего бога на крышах церквей в этих деревнях и городах. На самом деле, Джанте вчера впервые увидел эмблему школы древнего бога. Однако каждый раз, когда он видел ее, Джанте показывал странные выражения лица. Потому что эмблема школы древнего бога была квадратной снаружи, с кругом внутри. Символ был похож на медную монету древних хуа. Однако древняя медная монета была круглой снаружи и квадратной внутри. Эмблема школы древнего бога произошла от больших каменных баков, которые использовались для хранения воды, когда Джанте проявлял божью волю в подземных руинах. Они даже придумали священный смысл. Круглая форма символизирует божественность в каждом человеке, а квадратная форма символизирует то, что божественность неразрушима. Кроме того, четыре угла квадрата символизируют четыре священных поступка, записанных в книге Вечности, а именно, священный поступок к себе. Священный поступок к другим. Священный поступок ко всем существам в этом мире, и священный поступок к матери, природе и вселенной. Первый священный поступок означает, что человек должен полностью отказаться от всех злых вещей. Второй указывает на совершенство праведности. Третий подразумевает совершенство любви, а четвертый священный поступок означает совершенство ума. Несмотря на то, что Джанте устно раскрыл им книгу Вечности, Джанте был ошеломлен этим дизайном и его смыслом. Все это было обнаружено его последователями, которые считали, что все, что Джанти делал в подземных руинах, содержало фантастический смысл, включая семь баков, используемых для хранения воды. После их тщательного изучения, они наконец расшифровали священный код, скрытый в больших баках. В глазах последователей школы древнего бога, то что больших баков было именно семь вместо шесть или восемь или других чисел, также содержало священный смысл. Все они верили, что этим самым, Джанти говорил им, что древний бог создал все. Циклы беременности всех существ были кратными семь. Например, цикл беременности мышей был три умножить на семь. Цикл беременности кроликов был четыре умножить на семь. Цикл беременности кошек был восемь умножить на семь. Цикл беременности собаки был девять умножить на семь. Цикл беременности львов был четырнадцать умножить на семь. Цикл беременности человека был сорок умножить на семь. У людей было семь отверстий на лице. У божьей коровки было семь пятен на теле. Древний бог создал звук. Поэтому музыка состояла из семь музыкальных нот, древний бог создал цвета, поэтому радуга имела семь цветов, древний бог создал все, поэтому периодическая таблица элементов имела семь как цикл. Вернувшись в пустыню льда и снега, Джанте впервые почувствовал страшную силу религиозного семени, который он посеял. Глава 752. Старые знакомые услышав стук в дверь, Джанте отвел взгляд от церкви вдали. Перед тем как кто-либо вошел внутрь, по одним шагам, Джанте понял кто это. Входите, спокойно сказал Джанте. Ваджет, телохранитель Джанте, а также боец убивающий медведя из племени огромного медведя, открыл дверь и затащил внутрь нескольких парней. Лорд, я привел их. Хэм, можешь уходить. Получив приказ Джанте, Ваджет бросил взгляд на этих парней, казалось что он предупреждал их быть вежливыми, прежде чем тихо уйти. Джанте был знаком с этими парнями, они являлись осужденными преступниками, которых отправили в театр сел Ниса в качестве пушечного мяса, Хиллман, старая собака, Мишель, хранитель склада, Фигу, ветеринар, динар, менеджер и да Винчи, брокер работорговли из города наблюдения за звездами. Джанте спас этих парней, отвез их в префектуру Хуайо, они сказал им выполнить задание, купить билет на пароход для бедных рабов и перевезти их всех в пустыню льда и снега. За последние два года они это и делали. С координацией клана Спенсер они перевезли уже более 200 000 рабов в пустыню льда и снега. Кроме того, они создали три города за пределами города Ишиль, чтобы удерживать этих рабов. За два года эти ребята полностью изменились. Хиллман, старая собака, выглядел как настоящий бизнесмен крупного клана. Мишель, хранитель склада, выглядел немного более проницательным. Фига, ветеринар, выглядел нежным, как настоящий врач. Динар, менеджер, выглядел немного милосердным, в то время как да Винчи, брокер работорговли, выглядел более пухлым. Все они носили совершенно новую и элегантную одежду. Когда они вошли в вагон, узнав, что они встретятся с Питером Хэмплистером, все они выглядели немного сдержанно и испуганно. В конце концов между ними и Питером был большой разрыв. Они задавались вопросом, почему Питер Хэмплистер знал их имена и почему он хочет встретиться с ними. При виде Джанте эти ребята были потрясены, поскольку обнаружили, что этот Питер похож на Джанте. Пока остальные по-прежнему выглядели шокированными, Хиллман отреагировал первым, он опустил голову и больше не смел смотреть на лицо Джанте. Другие также обнаружили что-то, и они тоже опустили головы. Да Винчи сразу же изменил выражение лица. За доли секунды, его лоб покрылся бусинами пота. Они все поняли, что с ними произойдет, если такие маленькие фигуры, как они, обнаружат то, чего они не должны были знать. Садитесь, сказал Джанте, указывая на роскошные диваны. Услышав голос Джанте, сердца этих ребят сразу же ускорились. Хиллман опустил голову, а Довинчи чуть не упал. Вы фига хотел что-то сказать, но после легкого толчка от Динара, он поспешно замолчал. Сев на диваны, все выглядели странно. Они не смели смотреть на лицо Джанте. Я очень доволен тем, что вы сделали за последние пару лет. Джанте наконец заговорил. Хотя Джанте просто сидел, его боевая цепроникла сквозь стены и закрыла все звуки внутри вагона. Это был практический навык, используемый для предотвращения подслушивания во время разговоров. Его могли использовать только рыцари. Услышав слова Джанте, эти ребята не знали, что сказать. Только Хиллман, старая собака, вздохнул и снова поднял голову. Ваше превосходительство, мы вас не подвели. Возможно, это единственное, чем мы гордимся. Я смотрю, вы сильно изменились. В течение последних двух лет многие люди говорили, что мы изменили жизни рабов, но правда заключается в том, что это рабы изменили нас. Хиллман посмотрел на Джанте. Мишель женился на девушке, которая потеряла всех членов семьи на войне. Он теперь сержант полицейского участка. В этом году он стал отцом. Фигу стал настоящим ветеринаром. Он учит множество учеников, как лечить болезни домашнего скота и как выжить в пустыне льда и снега. Динар изобрел технологию производства высококачественной бумаги из веток и листьев облепихи. Сейчас он босс фабрики, на которой работает более 3000 человек. В некоторых портовых городах на юге коридора Блэксона имя Довинчи стало надеждой многих рабов. А что насчет тебя? Подумав немного, Хиллман ответил. Раньше моей единственной целью было заработать деньги, однако теперь я обнаружил, что есть много другого интересного. Когда вы идете по маленькому городку, а все жители которых вы видите, улыбаются в вашу сторону, ценят и уважают вас, доверяют вам и смотрят на вас сверкающими глазами, вы также изменитесь. Хотя иметь деньги – это хорошо, еще лучше иметь уважение и заботу окружающих. Джанте знал, что слова Хиллмана верны. Пока они перевозили рабов в пустыню льда и снега, они фактически изменились. Эти осужденные преступники, которым было суждено стать пушечным мясом на поле боя, казалось вернули себе жизнь и ступили на другой этап жизни. После того, как Мишель, бывший вор, стал сержантом полицейского участка, из города исчезли все воры. Безопасность города почти стала примером для подражания. Фигу, убийца извращенцев, стал самым уважаемым ветеринаром в окружающих городах. Помимо студентов-рабов, многие малые и средние племена и деревни отправляли к нему молодых людей, чтобы они учились у него. Динар, тот, кто зарабатывал на изготовлении и продаже поддельных удостоверений и документов, также поставил свой талант в нужное русло. Высококачественная бумага, которую он делал из листьев и веток облепихи, экспортируется на архипелаг Ивентра и стала лучшей печатной бумагой для высококачественных коммерческих документов. Да Винчи основал две начальные школы в городах рабов. Хеллман, старая собака, который чуть не обанкротил один банк, стал ключевым человеком в общем плане. Эти поступки заставили каждого из них стремиться стать лучшим человеком. Фактически, любой мог стать лучшим человеком. Джан Те был очень рад от того, что стал свидетелем изменения этих людей. Хм, в пустыне льда и снега нет школы ветеринаров. Фига, хочешь стать директором первой школы ветеринаров в пустыне льда и снега? Джан Те задал вопрос, который потряс всех присутствующих. Фига шокированно поднял голову. Ты не убьешь нас? Убийство это не награда тем, кто верен мне. Кроме того, вы отлично справляетесь. Зачем мне убивать вас? Джан Те моргнул глазами. Потому что... Фига сразу же замолчал. Потому что я похож на одного из ваших знакомых? Джан Те улыбнулся. Вы думаете, что тот, кто вытащил вас из театра Селниса настолько жесток? Возможно, когда вы выйдете из этого вагона, вы полностью забудете об этой тайне. Голос Джан Те стал проникновенным. Даже хорошие гипнотизеры могут заставить людей забыть о некоторых воспоминаниях, не говоря уже о секретных техниках, таких как навык запирания души. Мне продолжать то, что я делаю? Зайкаясь, спросил Довинчи. Да, конечно. Ты можешь даже расширить то, что делаешь. Тебе станет проще, если ты будешь делать это от имени правительства. От имени правительства? Довинчи сомнительно посмотрел на Джан Те. Например, ты можешь делать это в качестве заместителя генерального директора Национального бюро по миграционным делам. Услышав это, Довинчи взволновался и его лицо покраснело. Затем Джан Те взглянул на Динара. Я слышал, что твоя бумага хорошо продается. Ты можешь расширить масштабы производства и нанять больше людей. Если ты сделаешь еще несколько изобретений, я мог бы предоставить тебе патент. Динар также взволновался. А что насчет меня? Смущенно спросил Мишель. Разве тебе не кажется, что для мужчины стать хорошим отцом и мужем уже великое дело? Джан Те посмотрел на Мишеля. Лицо Мишеля покраснело. Но если у тебя появится слишком много детей, и ты не сможешь прокормить их на свою зарплату, я могу предложить тебе пост с более высокой зарплатой. Какой пост? Старший советник по безопасности полицейского участка города Ишиль. Этот титул позволит тебе прокормить более 20 детей. Ах. Мишель также взволновался. Он не знал, что сказать, и его глаза стали мокрыми. Джан Те посмотрел на Хеллмана. У меня много дел в пустыне льда и снега. Сейчас мне нужен управляющий. Хеллман мгновенно встал и глубоко поклонился Джан Те, положив правую руку на сердце. Он сказал. Ваше Величество, это честь для меня. Ваше Величество. Услышав это обращение, остальные ошеломленно посмотрели на Хеллмана. Только Джан Те рассмеялся. Какая хитрая старая собака. У тебя действительно острый ум. Когда они покинули вагон, помимо Хеллмана, все остальные почувствовали, что что-то исчезло из их ума. Однако они не могли понять, что именно. Они были очень рады, что встретились с Питером и жаждали светлого будущего. Хеллман почувствовал себя немного странным. Потому что когда они покинули вагон, судя по их тону и лицам, казалось, что все кроме него забыли кое о чем связанном с Питером. Затем в ушах Хеллмана раздался звук. Как мой управляющий, ты можешь знать чуть больше, чем остальные. У тебя будет более широкое и ясное видение. Не подведи меня. Сердце Хеллмана ускорилось, и он снова поклонился в сторону вагона. Глава 753. Прибытие в сопровождении молота Тора Джан Те ехал на высоком и могучем Сипадоне. Сойдя с поезда, Джан Те потратил один день, чтобы добраться до юга пустыни льда и снега. Как только он ступил на южные земли, все золотые облепихи расцвели. Так они приветствовали своего создателя, лорда пустыни льда и снега. По дороге, куда бы ни шел Джан Те, придорожные золотые облепихи расцветали как ковер. Гангула и команда кавалеристов из племени Дикого Медведя ехали перед Джан Те, выступая в качестве авангарда. Они проходили мимо нескольких маленьких племен и деревень. Все жители выходили из своих племен и деревень. Многие из них становились на колени и смотрели на проезжающих кавалеристов на Сипадонах. Те, кто не знал, что происходит, просто смотрели, в то время как влиятельные люди, такие как главы мелких и средних племен в пределах 1000 КВ, миль, оделись в самые почетные одежды и собирались в племени Серого Орла. Вскоре после того, как Сеттон вышел из резиденции Алауры, к нему подбежало несколько парней. Ну что, Алаура что не хочет выходить? Старейшина Ювентус, который был одет в великолепную мантию, имел большие бусины пота на лбу. Сеттон просто покачал головой. Что же нам делать? Старейшина Альер запаниковал и бросил взгляд на старейшину Мокко. Старейшина Мокко взглянул на больших фигур из других племен, а затем на резиденцию Алауры. Наконец он вздохнул. Пошли встречать их. Алаура может не встречать его, но мы нет. Услышав слова старейшины Мокко, все те, кто окружали резиденцию Алауры, вздохнули, как будто они были освобождены от наказания, и торопливо кивнули. Старейшина Мокко прав. Если мы также останемся здесь, это будет невежливо по отношению к нашему лорду. Глава племени Ветряного Волка, дядя Алауры, который пришел сюда первым, сказал с теплой улыбкой, как дядя Алауры, я видел, как она росла. Возможно, Алаура все еще немного нервничает, нам лучше не вынуждать ее. Я оставлю ей в компанию ее двоюродных сестер, пусть они успокоят ее. После этих слов, он бросил взгляд на дворянку, стоящую около него. Затем эта женщина сказала трем 16-20 летним красивым девушкам войти в резиденцию Алауры. Смотря на все это, хотя люди из малых и средних племен молчали, они презирали его внутри и думали, если бы не Питер, то племя Серого Орла уже давно было бы анниксировано твоим племенем Ветряного Волка. И ты хочешь сейчас показать свою дружбу? Где ты был, когда Алаура боролась за власть племени Серого Орла? Хотя у них были разные мысли, никто не был достаточно глуп, чтобы упомянуть, что произошло пять лет назад. Алаура смотрела на кольцо Орлиный глаз на своем пальце. С тех пор, как она надела его пять лет назад, это кольцо не покидало ее пальца. В этот момент служанка сказала ей, что у нее гости. Алаура развернулась и увидела, как ее тетя и несколько ее двоюродных сестер, входя в комнату, смотря на них, Алаура восстановила свое самообладание и спросила. Зачем вы пришли? Мы здесь, чтобы помочь тебе, ответила дворянка. Помочь мне? Удивленно спросила Алаура, словно услышав что-то смешное. Затем эта дворянка улыбнулась и сказала, ты скорее всего станешь первой королевой пустыни льда и снега. Женское противостояние в царском гареме столь же яростно, как противостояние мужчин на поле боя. В будущем у тебя будет множество противников, поэтому тебе понадобится помощь. Поскольку мы из одного клана, они не предадут тебя. Они станут твоими глазами и ушами, они помогут тебе управлять царским гаремом. Команда Гангулы встретила тех, кто вышел из племени Серого Орла, чтобы встретить их. Хотя Гангулы выглядел послушным перед Джанте, это не значит, что он так же любезно относился к этим людям. При виде их, Гангулы даже не слазил с Сипадона. Оглянувшись, Гангулы нахмурился. Где Алаура? Мыглава немного приболела. После того, как три старейшины племени Серого Орла обменялись взглядами друг с другом, старейшина Ювентус собрал свою смелость и ответил. Выражение лица Гангулы изменилось. Однако подумав немного, он вытерпел это. Через несколько минут Джанте прибыл с молотом Тора. Все присутствующие были потрясены могучим молотом Тора. Прибытие молота Тора заставило лошадей тех, кто приветствовал Джанте, запаниковать и отойти. Их владельцы чуть не потеряли полный контроль над ними. Джанте остановился в 20 метрах от них. Посмотрев на них, Джанте увидел много знакомых лиц. Старейшину Ювентуса, старейшину Альера и старейшину Мокка. Нурда и Салем также стояли за толпой. Но многие из них были незнакомы Джанте. Сеттон, ты стал еще темнее. Джанте улыбнулся в сторону Сеттона. Услышав, что Джанте первым заговорил с ним, Сеттон мгновенно выпятил грудь и не знал, что сказать. Старейшина Мокка, ты выглядишь более энергичным. Старейшина Мокка с улыбкой положил правую руку на сердце. Где Алаура? Джанте спросил Сеттона. Сеттон просто посмотрел на Джанте. Джанте сразу же понял, что Алаура вообще не изменилась. Ладно, поговорим обо всем, когда вернемся. Джанте посмотрел на тех, кто встречал его и отдал приказ. Вскоре после этого он сжал живот Сепадона и бросился на базу племени Серого Орла. Когда они были менее чем в 2 милях от базы, Джанте увидел Алауру. Алаура была в маске и ехала на Сепадоне, которого он ей подарил. Джанте поднял руку, и весь молот Тора остановился. Джанте и Алаура некоторое время молча смотрели друг другу в глаза. Кровь Джанте закипела, поскольку он чувствовал, что они не виделись 20 лет, а не 5 лет. Во всем Северном море Джанте имел только два женщины в своем сердце, а именно Олину и Алауру. Затем Алаура начала двигаться, она не двигалась в сторону Джанте. Вместо этого она помчалась в дикую местность, после чего Джанте последовал за ней. Не получив приказа Джанте, никто не смел двигаться. Когда Джанте исчез, они обменялись взглядами друг с другом. Кхем-кхем, мне кажется, нам нужно вернуться на базу племени Серого Орла. Телохранитель Джанте, Рослав слегка кашлянул. Эмм, все ли в порядке, может быть, нам оставить кого-то на их защиту, произнес глава маленького племени. Ты думаешь, что рыцарю, который убил Мулина Империи Священного Света, нужен телохранитель? Ответил Вааджит. Все были поражены и замолчали. Джанте и Алаура вскоре отбежали на 30 миль от базы племени Серого Орла. Джанте постепенно догнала Лауру. После свиста Джанте, Сипадона Лауры остановился, что вынудило Алауру воскликнуть. Джанте мгновенно слетел со своего Сипадона и обнял Алауру. Вскоре после этого они упали в кустарник высотой 1,7. Затем Джанте лег на Алауру. Алаура боролась и начала бить и пинать Джанте. Однако Джанте просто крепко ее обнимал. Знаешь ли ты, что когда я культивировал в башне времени, я всегда думал о тебе. Я даже мечтал о том, чтобы ты меня вот так избила. Услышав слова Джанте, Алаура остановилась. Она просто пристально смотрела на Джанте. Джанте смотрел в ее глаза под маской и сказал. Ты скучала за мной в течение 5 лет, но я скучал в течение 20 лет. Это полностью сломало ледяную линию обороны Алауры. Они просто смотрели друг на друга. Джанте аккуратно снял маску Алауры, показав ее холодное и красивое лицо, которое было покрыто слезами. С сегодняшнего дня тебе не нужно носить эту маску, так как никто больше не сможет навредить тебе. Металлическая маска превратилась в пыль и развеялась на ветру. Затем они начали целоваться. 25 октября роскошный эксклюзивный поезд въехал на равнину Газдари, в результате чего все золотые облепихи на равнине Газдари расцвели. За два часа до того, как они покинули поезд, полный план создания нации был наконец представлен перед Джанте. После того, как Джанте прочитал его, поезд замедлился и наконец прибыл на конечную станцию племенной конфедерации. Пока Джанте читал план, все главы и старейшины пустыни Льда и Снега и представители крупных кланов Архипелага и Вентра торжественно стояли в вагоне Джанте. Они сосредоточились на Джанте и ждали его окончательного решения. После остановки поезда, Джанте поднял голову и помассировал свой висок. Вскоре после этого он ответил. Я согласен. Глава 754. Священное ледяное королевство. Услышав мнение Джанте, все почувствовали облегчение. В этом плане, помимо автономного парламента Архипелага и Вентра, племена медведей в пустыне Льда и Снега также имели большую автономию. Несмотря на то, что Джанте был коронован, у него не было права вмешиваться в некоторые внутренние дела племен. Например, у него не было права на переселение людей, военную власть, права собственности и арбитраж, за исключением племени огромного медведя и племени железного медведя. Власть над основными проблемами племен медведей все еще находилась в руках глав и старейшин. По сравнению со сложной ситуацией на стороне пустыни Льда и Снега, ситуация с Архипелагом и Вентра была проще. В этот момент у представителей крупных кланов Архипелага и Вентра не было чего противопоставить Джанте. Они были обеспокоены только двумя аспектами, а именно налоговой ставкой и социальным статусом частной армии кланов Архипелага и Вентра после создания нации. В будущем, налоги Архипелага будут унифицированы. Кроме того, частная армия и флот каждого клана будут объединены в общий флот Архипелага и Вентра. Флот будет разделен на несколько гарнизонов, чьи расходы будут оплачиваться крупными кланами. Кроме того, командир каждого гарнизона будет назначаться автономным парламентом Архипелага и Вентра. Обычно эти гарнизоны будут повиноваться только автономному парламенту Архипелага и Вентра. Но во время войны, особенно когда архипелаг Ивентра попадет под атаку демонов, эти вооруженные гарнизоны попадут под командование Джанти. Полное название новой нации будет «Объединенное королевство пустыни льда и снега» и архипелага Ивентра, а сокращенное название «Священное ледяное королевство». Школа древнего бога станет национальной религией Священного ледяного королевства. Папа школы древнего бога и король королевства будут объединены в новый титул, царь Джанти станет первым царем славян и будет управлять всем священным ледяным королевством и школой древнего бога. Это были контуры и общие содержания плана. Все мелкие детали решатся после коронации Джанти. Джанти улыбнулся и сказал «Пошли, понтифик Сорлин, наверное, уже заждался нас». Понтифик Сорлин действительно уже долго ждал их. Как только Джанти сошел с поезда, он увидел знакомое лицо понтифика Сорлина. Хотя прошло уже пять лет, понтифик Сорлин вообще не изменился. Его глаза были такими же глубокими, как океан, и, казалось, содержали много секретов. На платформе железнодорожного вокзала была странная атмосфера. Войны, убивающие медведей, торжественно стояли в два ряда. На вокзале не было никаких свежих цветов. В необычной тишине все выглядело великолепно и торжественно. А Лаура следовал прямо за Джанти. Сабрина была среди группы представителей племени Дикого Медведя. А Гажаолина была с представителями крупных кланов Архипелага и Вентра. Только А Лаура следовала за Джанти. На этот раз А Лауру сопровождали Сеттон, ее две горничные, десять сильнейших бойцов племени Серого Орла и ее четыре двоюродные сестры. Джанти не знал, почему А Лаура привезла их с собой. Но так как она теперь будет жить здесь, он считал, что ей будет проще, имея своих друзей и родственников. После того, как он залез на высокого Сипадона, Джанти покинул железнодорожную станцию в сопровождении кавалеристов Молота Тора. Обе стороны дорог за пределами железнодорожной станции были переполнены. Однако никто не шумел. Хотя собрались десятки тысяч людей, на улицах было невероятно тихо. На улицах можно было услышать только аккуратные и четкие шаги Сипадонов. Когда Джанти покинул железнодорожную станцию, куда бы ни шел его Сипадон, окружающие люди падали на колени. Около железнодорожной станции находился процветающий город. В городе было множество высоких складов и товаров, что указывало на большое влияние племенной конфедерации на равнину Газдари. Обе стороны дороги длиною в 40 миль были заполнены торжественными зрителями. Они стояли от маленького города до самого подножия горы Эльзида. Эти люди стояли и смотрели на Джанти. Джанти потребовалось три часа, чтобы завершить 40-мильную поездку. На равнине у подножия горы Эльзида.